Долгожитель Долгожитель Здравствуйте уважаемые зрители моего канала Сегодня я хочу сделать аналитический обзор на выступление глубоко уважаемого мной Ждана Владимир Георгиевича Который рассуждал и как бы объяснял одну специфическую тему, как он считает одну причину, реальную причину долгожителей прошлого и долгодоживателей настоящего еще Связанную с водой С одним причем интересным фактором и ссылается на исследование Друзика там, ну и так далее Вот я хочу проанализировать его выступление, его анализ Тема эта мне крайне близка, именно поэтому я решил это сделать Обзор Также я вижу, знаю и могу доказать, что Владимир Георгиевич Жданов в этом вопросе не прав Несмотря на то, что этот человек настоящий патриот Честный человек, порядочный Но даже самый порядочный, честный человек может заблуждаться Упрощать ситуацию, скажем так, и так далее И несмотря на то, что он, конечно, внес колоссальный вклад, я считаю, самый большой в дело отрезвления нашего общества И я его лично знаю и глубоко уважаю и продолжаю уважать, так сказать Но я хочу, воспользовавшись одним известным древним выражением, что, так сказать, но истинно дороже, да, которое завершается таким образом Я хочу сказать, что нужно, если человек не прав, тем более в таком важнейшем направлении Пояснить это Я надеюсь, что данное видео он тоже посмотрит И все-таки постарается беспристрастно Несмотря на его любовь к этой книге, о которой он будет говорить Исследованием, скажем так, друзяка Все-таки прислушаться и понять В чем же здесь есть противоречия А может быть их и нет Но просто есть недопонимание ими этой темы Или хотя бы то, что нельзя так все упрощать Значит, и теперь давайте начнем Я буду ставить, как всегда это я делаю И мои старые зрители это знают Отрывки Он будет говорить, я буду ставить паузы, когда надо И пояснять Таким образом будет сегодняшняя моя вот эта лекция, мое выступление Но дело в том, что здесь больше часа информации В последней половине он говорит уже, ну, так сказать, немножко о другом, о разном И поэтому суть этой темы мы раскроем в первой половине его выступления То есть я буду ставить паузу, анализировать Итак, поехали Ну, еще раз приветствую тех, кто, может быть, подошел Лекция небольшая, которую я прочитаю Я бы ее назвал так Основа активного долголетия Для тех, кто хочет активно прожить больше ста лет Ну, к примеру, вот таким вот образом Оказывается, это возможно Предыстория У меня в Краснодарском крае хороший друг живет Он вертолетчик в Сибири 15 лет на вертолете отлетал и уехал в Краснодарский край Мы почти ровесники, он чуть младше Но он очень здоровьем интересуется Вот как-то так всю информацию собирает Два года назад я к нему заехал И что-то разговор зашел, зашел Про пауз крови, в общем, какой-то такой вот Он говорит, слушай, ты вот прочитай обязательно вот эту книгу Там все подробно рассказано и так далее Кровь закисленная должна быть Я говорю, да нет, почему же она даже щелочная быть Ну вот ты почитай, почитай Я говорю, ладно, ладно, почитаю И, естественно, ничего не почитал Год спустя я опять к нему заезжаю Он говорит, ну ты почитал? А что, я говорю, почитал? Ну вот ту-ту-ту книгу Я говорю, да нет, не почитаю Да ты что? Да я уже по этой методике живу У меня здоровье, хоть этим самым ведром с меня хлеба Это здоровье, которое пришло Обязательно, говорит, приедь, почитай Ладно, поклялся, приеду Приезжаю, захожу домой У меня эта книжка 7 лет стоит на полке 7 лет, прямо передо мной стоит корешком Эта книга, которую мне настоятельно Мне ее в 2010 году кто-то подарил Из соратников, подарил эту книжку А я ее так и не открывал Я начал читать, я оторваться не мог Я в ночь читал, оторваться от этой книги не мог О чем эта книга? В Одессе жил, к сожалению, жил Удивительный человек Николай Григорьевич Друзьяк Он сам химик, биолог по образованию И он лет 35 очень сильно заболел Это еще при советской власти Врачи его лечили, лечили И так, и сяк, и пятое, и десятое Развели руками, собственно говоря Не знаем, чего с тобой дальше делать И тут ему пришла в голову гениальная мысль Вот его гений заключается в том Что он вдруг понял, что надо за здоровьем Не к врачам идти А за здоровьем надо идти к долгожителям К долгожителям Вот, вот где надо искать здоровье И он выяснил, что у нас в Советском Союзе Было четыре устойчивых территории долгожительства Это Нагорный Карабах В Азербайджане Люди там жили 140-160 лет Рекордсмен Советского Союза по долгожительству Пастух Ширали Муслимов Прожил 168 лет Ну это все правильно Еще Махмуд Айвазов Около 160 и так далее И так далее Об этом, кстати, будут мои лекции Ведь у меня есть целый плейлист Дорогие друзья Кто первый раз, может быть, смотрит мои лекции И многого еще не знает, не понимает У меня есть целых 12 лекций Глубокой аналитики Причем это, говорю, без всяких там выпендриваний Это действительно аналогов им нет Ну нету, потому что вот даже сейчас Жданов скажет только об одной стороне Об одном факторе физико-химических, скажем, свойств воды А только про воду я объясняю все Насколько они важны К чему приводят Все причинно-следственные связи поясняют Что не делал никто До меня так комплексно анализировав долголетие Но тем не менее Мы сейчас внимательно, не перебивая, послушаем И к чему же все это идет Вы внимательно вникаете Ведь тема крайне важная Крайне важная Это в Нагорном Карабахе Это верховья Куры в Дагестане Долгожители Очень много 130-150 лет жили Причем там был обычай Обычай был Человек, который больше 150 лет жил Считалось, что ему уже хватит жить Его правнук отвозил куда-нибудь в горы И оставлял там Ну вот, то есть даже обычай такой был Что считалось, что 50 лет Это уже много Это Кадорское ущелье в Абхазии Тоже там долгожители И Якутия Якутия 120-140 лет Якутии жили совершенно спокойно Вся Якутия, она очень большая Определенные очаги И опять-таки в Абхазии Правильно, ущелье Определенные поселки Это все действительно известно И действительно, дорогие друзья Скажу наперед, что есть четко Определенные, объективные факты Факторы, которые именно приводят И приводили, вернее, правильно сказать Раньше приводили к тому, что Это были очаги долголетия Есть они и в других странах И в Китае, и во Вьетнаме И, так сказать, в прочих странах Но вернее тоже, скажем, были Почему были, но не сейчас есть Я тоже это объясняю В связи с изменением Определенных факторов Которые влияли на продолжительность жизни А теперь их нет И теперь уже снивелировано Это практически И он объехал все эти территории долгожительства 14 лет он искал ответ на вопрос Почему эти люди живут так долго И не болеют А он, когда заболел И врачи от него отказались Он, естественно, сразу бросился За какие-то спасительные Новомодные вещи В те годы Начал бегать по утрам Вроде как здоровье даст Ну, вроде, да, но Начал голодать Начал мочу пить Опять ничего Начал обливаться Ну, начал по бутейко дышать И все, вроде, ну, дает Но здоровья-то нет, понимаете А здоровья нет Он пишет Когда я приехал в Карабах К долгожителям Первое, что меня поразило Ни один долгожитель по утрам не бегает Ни одного, говорит, не видел Что кто-то по утрам бегал Ни один долгожитель не голодает Наоборот, шашлык едят Понимаете Это тоже не совсем так Есть абсолютно и точные сведения О жизни многих долгожителей Сверхдолгожителей Которые ходили и в горы Садились к родникам Голодали по 40 и более дней на воде Абсолютно доподлинно это известно То есть, безусловно, те, которые, так сказать В 70-х, 80-х годах доживали Действительно, в эти годы Они уже многие и не занимались Этими практиками Которыми владели и занимались Их предки Их деды и прадеды Которые жили, кстати, еще дольше Так вот Это тоже надо учесть Кислым вином запивают Сразу скажу наперед Насчет там кислого вина Он имеет в виду фактически уксус Он про это потом скажет Так что можете не Ну, удивляться, кто знает Что вроде бы Жданов противник И тут такое вроде как-то вот оправдывает Нет, нет, тут не то Ни один, значит, долгожитель мочу не пьет Не слышали даже там про это Что касается там мочи Понятно, что это точно не было Действительно, все абсолютно ахинея И не потому, что это противно А потому, что здесь нет никакой доказательной базы И это, конечно же, противоестественно Есть в природе все средства Которые достаточны для того Чтобы человек был здоров, не болел Или вылечил любую болезнь Это точно И предки наши, любых народов Знали это в свое время В прежние времена О чем есть свидетельство Оставшееся в книгах, манускриптах Там разных и прочих, так сказать Монастырских книгах и прочих Вот, тем не менее Давайте разбираться подробнее дальше Ну, то есть А все здоровые и все живут И не болеют, и живут долго Вот Вопрос, загадка, понимаете? Начал думать Было, да, в горах Но горы А рядом горы Люди 60 лет живут Понимаете? Вот соседние горы Там ни одного долгожителя нет Естественно, есть и там Есть и там Ну, как так? Там нет Ну, есть тоже Просто меньше Меньшее количество людей В любой области даже России Средней полосы Есть люди, которые тоже живут 100 лет И больше Единичная, так сказать Здесь смесь факторов Которая влияет Да? Но, так сказать И в горах, естественно В других районах тоже есть Так тоже говорить нельзя Ну, типа Якуты тоже же не в горах живут Правда? Вроде фрукты Но он в этой самой В Одессе фруктов больше, чем В Якутии А там люди 57 лет Средняя продолжительность жизни Понимаете? Опять не идет Сразу объясняю, почему Вот я с таким феноменом Казалось бы, это феномен Но это правда жизни Столкнулся, да? И вижу И вы подтвердите, кто знает Вот Краснодарский край Юг Тамань там Неважно Крым Вот посмотрите Что едят люди Ходят толстые Это с фруктами Действительно С зеленью Круглогодичной А почему? Потому что жрут только мясо Молоко Творог Сыр Ходят раздутые Толстые Больше, чем на севере Поразительно При этом климате Когда нагрузка на все системы Гораздо больше В теплом Обменные процессы ускорены Казалось бы И идет такая массовая Зашлаковка организма Что они в себя впихивают И вот естественно Этот якобы феномен Связан с питанием И потому они живут Гораздо меньше А те люди, которые перешли В этих регионах На, скажем Приближенные к рядовому питанию Фруктом Они живут вполне достаточно долго Как и в других странах Те же, как в Хунзе Его, конечно, смутила Немножко Теория Которую в свое время Высказал Андреев Юрий Андреев Написал Три кита здоровья И он там написал Что, скорее всего Типа долгожительство Связано с талой водой Там они в горах Вроде пьют С ледников Воду талую А эти пьют Воду Якуты Из мерзлоты И из этого вроде Ну, вроде Пробовали Делать талую воду Пить талую воду Но результат Тоже никакого результата Не было Вообще Не было И бросили Это уже много И все это не прижилось Результат все-таки Там есть Это, безусловно Феноменальных результатов Конечно, нет и не будет И я поясню сразу Кто не смотрел Мою лекцию Вода лимфопочки 4,5-часовую Хотя обязательно Посмотрите Картинка сейчас Будет на экране Дело в том Что Талая вода Это деструктурированная вода Она не несет в себе Негативной Той информации Которая насыщена Вода Которая стоит у нас В бутылках Купленные в магазинах Где грузчики Там матерились По дороге Пинали ногами Там от завода Там три раза До магазина И до вас Это не та вода Которая по трубам Через 90 градусные Повороты прошла И имеет совершенно Так сказать Негативную энергетику И высококластерность Так скажем Так вот Только это Талая вода Не меняет Других физико-химических свойств Ну может быть Чуть умягчается О чем он сейчас Как раз будет Чуть Может быть И то не полностью Как до половины Ведь кальций Никуда там В осадок Не падает еще По дороге Так сказать Следовании этой воды Так вот Дело совершенно в другом Тут это действительно Фактор не такой важный И поэтому значимость Сталой воды Как панацею Глупо даже и думать об этом Он в этом смысле прав И вот он 14 лет изучал Как химик начал изучать И наконец Он выяснил Два фактора Которые Которые присущи Только этим долгожителям Первое Все эти четыре зоны Долгожительства Находятся На вулканических Платох Гора Горах Вулканические отложения И вода Которая там есть Очень мягкая Очень мягкая вода Содержание Ионов кальция А ионы кальция Дают жесткость воды Кальций плюс Не только они дают Но они в первую очередь И тут вот То есть карбонат Совершенно правильно Вот тут он прав И неправ Одновременно он И друзья Вот в чем неправый Давайте сейчас и анализируйте От 8 до 20 миллиграмм На литр От 8 до 20 миллиграмм На литр Очень мягкая вода Эту воду пьют Эти люди Долгожители Эту воду пьют Животные С которыми они живут Этой водой Они поливают растения И эта вода Содержится в плодах Которые они едят Понимаете? Неважно Какой водой В этом смысле Вы поливаете Даже если вы поливаете Очень жесткой водой Растение впитает в себя Минералы Всего лишь до того Предела Которая называется Норма реакции До которых она может Впитать в принципе И уж если растение И впитает соли жесткости Но она не впитает карбонаты Она их видоизменяет В органическую форму Владимир Георгиевич В органическую А не в карбонаты Это не органическая форма Существования кальция Органическая Органит кальция К предположим Существуют разные совершенно Формы существования То есть в смеси С углеводами Жирами Белками Вместе в теле растения Пока это растение Термически не обработано Там уже другая форма существования И вот как раз Эти элементы Усваиваются организмом В той мере В какой ему нужно В какой мере Есть дефицит У человеческого организма В этих минералах Микро и макроэлементах В частности кальция Это макроэлемент Понятно Но форма существования Разная И вот тут Делают такую колоссальную ошибку Подобные Я имею в виду Люди Как друзья И так далее Что они Это не различают Как в свое время Вот этот товарищ Монастырский Вот этот Который от диабета Типа лечит Врач тоже Уехавший из СССР В свое время Вот он там Я про это аналитику Даже письмо Ответ девушки Сделал Такое Про монастырскую теорию Почему она работает Методика Но почему он не прав В чем Ведь это как раз Не противоречие Может работать Но он не прав И в частности Там как раз Про сахар Он глупости говорит Он сравнивает Например сахар Арафенат Вот этот Дисахарид Вот этот вот Синтетический Продаваемый в магазинах Которого в природе Не бывает И он сравнивает Его с той же Например Природной Естественной Фруктозой Которая содержится Во фруктах Это просто Это биологическая Биохимическая Фундаментальная ошибка Невозможно Невозможно Их сравнивать Сейчас не буду Объяснять Почему Я там это объясняю Во многих других Своих лекциях Ну чтобы Время не растягивать До беспредельного Сейчас Вот поэтому Это я просто Экстраполирую Как бы Вот такие ошибки Частые у многих Исследователей Понимаете Ну слушаем дальше Это первое Что он там выяснил И второе Что он выяснил Это тоже открытие Сенсационное Наша медицина Утверждает Что PH крови Кислотность крови У человека Должна иметь Щелочную реакцию Теперь да Сейчас это особое Внимание Но перед этим Я хочу сказать А так он прав Друзья Кришданов За ним Что действительно Не должно быть Я это много лет назад Уже в своих лекциях говорил Не только кальций Пересловутый Он в первую очередь Потому что больше всего В воде В жесткой Особенно Где из артезианских Скважин Из пластов меловых Идет вода Там это очень Высокие Значит насыщение солями Вот этими Карбонатами И это очень вредно Потому что Это нагрузка На почки На сосуды Совершенно все правильно И речь идет Про дистиллированную воду Как идеал Для потребления Это я давно Много лет назад Так же говорил То есть вода Должна быть Действительно мягкой Не содержать соли Жесткость А знаете почему Дорогие друзья Да потому что Это неорганические минералы То есть минералы В неорганической форме А запомните Только В органической форме Минералы могут усвоиться Организмом человека Или организмом Любого животного А вот растение Всегда Может И усваивает Как раз Из горных пород Разрушаемых Ветрами Там водой Вот эти минералы Растворенные в воде Впитывая корневой системе И участвуя В этом сложном процессе Фотосинтеза Да С образованием Органических веществ И вот между Органическими веществами Уже в органической форме Своего существования Находятся видоизмененные Вот эти минералы Которые только В такой форме И могут усваиваться Организмом человека И животных И проблем И передозировок В таких формах Никаких нет Но стоит пищу Сварить Сжарить И минерал Точно так же Как в воде Кипяченой И выпадая в осадок Уже может И обязательно навредит Организму человеку Если в этой пище Вареной и жареной Этих минералов Будет много Понимаете Как все устроено Да А то забуду Как обычно Я настоятельно Рекомендую вам Подписаться На мой данный канал Кто еще не подписался И не забыть Нажать на колокольчик Чтобы не пропустить Мои новые видео Очень важные видео Ну а нажав на колокольчик Вы будете Получать уведомления О выходе моих новых видео И не забудете Посмотреть те Которые будут вам интересны Поделитесь моими видео В соцсетях Подпишитесь на мои Сайты по здоровью И по продуктам Ну если конечно Вы сочтете это Нужно Я рекомендую Причем во всех книгах Во всех учебниках И все повторяют И говорят Что PH крови Должно быть 7.35-7.4 Дело в том Что это совершенная истина Есть понятие Я уже сегодня Об этом говорил Норма реакции Это параметры В котором явление Существует И фиксируется Людьми на протяжении Исследования развития Что только в этом пределе Жизнь Или функция организма Органа отдельно взятого Может существовать В данном случае Если мы За рамки Да 7.43 Для крови Это правильно Идеальная Щелочная Слабощелочная среда Если организм Именно кровь А кровь Понимаете Организм все время Находит возможности Чтобы моментально Извлечь Из клеток Из каких-то органов Минералы Щелочные Металлы Вот эти Кальций Натрий Магний Которые защелачивают Организм Если он закисляется Какими-то факторами А закисляется он В первую очередь Белками Высокомолекулярными Сложно перевариваемыми Белками Азот Азотистая Азотная кислота И так далее Образуется Самая сильная Одна из самых сильных И вот тогда Организм тратит И он должен держать В пределах 7, 2, 7, 45 Если он выходит За эти пределы Человек погибает А знаете почему Знаете почему Это истина Вот то что я сейчас говорю А ведь есть Очень легкое доказательство Как говорят Практика Критерии истины Но я об этом скажу Чуть дальше Давайте послушаем А линейка Кислотности крови От единицы До 14 А 7, 0 Это нейтральная Линейка Кислотности крови Это линейка Вообще шкалы Как бы Кислотности По которой Измеряют Ну сравнивают Лакмусовые бумажки Либо так сказать Жидкие Или иные Варианты Тестов По шкале От 1 до 14 Например Желудочный сок Это примерно 1,5-2 Кислотности Соответственно А вот например Кстати Лимфа Все другие Среды Сминно-мозговая Жидкость Все примерно 7,5 или Около того Более того Например Желочь наша Панкреатическая Жидкость То есть Соки Панкреатические Которые вырабатывают Поджелудочные Железа 8,5-8,6 Что абсолютно То же исследовано Это щелочная Среда И очень щелочная И только кислота Желудочного сока Для того Чтобы Донатурировать Белки А главная функция Желудка Не как думаю Для того Чтобы мясо Переваривать Это люди Вообще Недалекие Мало что знающие А это Защитная функция Чтобы уничтожать Вирусы Грибки И бактерии Чтобы они Не попали В следующий отдел Желудочно-кишечного Тракта 12-перстную кишку В тонкий кишечник И чтобы не всосались В кровь Вирусы Бактерии Грибки Которые могут Причинить организму Непопробимый Вред А вирусы Бактерии Грибки Это дорогие друзья Тоже белки Высокомолекулярные Чужеродные Нашему организму То есть организм Обязан расщепить Другое Получается или нет Но я просто Это К слову Сказал Очень важный момент Сюда идет Кислая Сюда идет Щелочная Медицина утверждает Что кровь должна Иметь Щелочную реакцию Более того Во всех учебниках По здоровью Всюду пишется Надо Щелочить кровь Для здоровья Надо Щелочить кровь Надо Щелочить кровь Надо Больше кальция Есть Нет Это разные вещи Вот Надо Щелочить кровь Если она Закисляется Неправильными Продуктами питания И жизнедеятельностью Человека Приводящей К закислению То есть Факторы Понимать И тогда Защелочивание Это действительно Вещь хорошая Но кальций Не надо Сразу сюда Кидать Кальций Не надо Извне Тем более В порошке В таблетках Искусственный Кальций Либо кальций Который Содержится В продукте Когда он Вареный Жареный Вот тут И ошибка Которую Очень многие Не понимают Кальций Трикомед И так далее То есть Там уже Вообще Все 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 А у Долгожителей ПН крови У всех Долгожителей 6,9 Кислая Кровь Закисленная Вы знаете Вот Я не видел Таких исследований Я Просто Это противоречит Даже Измерением Скажем так Внеотложной Скорой Помощи Реанимтологии Это противоречит Клиническим Я такого Это просто Откуда Это взято Я понимаю Что Жданов Это взял С книг Так сказать Вот этого Друзяка Вот это надо Вопрос изучить И очень Это интересно Но Что из того Допустим Допустим Дальше идем И как выяснилось Что в закисленной Крови Никакая хворь Не живет Вообще Вообще не живет Вот это полная Глупость Почему Потому что Даже через барьер Желудка И нашей Кислоты Соляной Желудка С ферментом Пепсином Где там Я говорю Полтора 1,7 ПАЖ Сверхкислая Сверхкислая Среда Даже через этот Барьер Дорогие друзья Ну думайте Своей головой Даже через этот Барьер Проходят Инфекции Да еще и как Проходят Дальше в организм Поэтому Значит Если бы Это было и правдой И было бы Не 7,43 В среднем ПАЖ Крови А 6,9 У человека То есть Чуть-чуть Сверх Слабо Кисловатая Среда Потому что Нейтральная Считается 7 ПАЖ А это 6,9 Так вот В этом случае Ни на что Бы это не повлияло И вот тут ошибка Еще в том Большая Что напротив Именно Защелачивание В ней Как раз В щелочной среде Не живут Раковые клетки О чем он будет дальше Грит только наоборот Что мол Кислые Глупости Как раз Кислая среда Приводит К многим проблемам А вот Щелочная Ну Я много Интересных Примеров Дальше Приведу Слушайте дальше Никакая хворь Никакие микробы Никакие Понимаете Там Бактерии Никакие Ни рак Не спит Вообще Там ничего Не живет Это просто нет слов Ну это просто нет слов Ну 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 Что тут И поэтому Эти люди Эти люди Живут здоровыми Живут долго Не болеют И живут прекрасно То есть Владимир Георгиевич Жданов Хочет сказать И он это утверждает Что Всего лишь Надо пить Мягкую воду Без солей Жесткости И чтобы она была Слава кислая Или кислая Не важно Закислять организм И мы решаем Все проблемы со здоровьем Я знаете Вот просто поражаюсь Как можно Взять какой-то Один фактор Отбросить Даже по воде Хотя без воды Огромное количество Факторов воздействия Влияет на человека Объективных Совершенно Ты хоть пей воду Хоть не пей Даже Может и не помочь Потому что Очень много Других факторов Но действительно Факторы воды важны Но какие Почему же мы берем Только жесткость А например Не берем Так сказать ОВП Окислительный Статистый потенциал Почему мы не берем Например Коэффициент Поверсного натяжения Воды Что это такое А также сразу Про микрокластерность Поговорить Воды Какая она там В горах Какая она на равнинах Или в разных источниках Что тоже кстати Имеет значение Потому что в горах Тоже вода разная По свойствам Почему мы не говорим О наличии Ионов водорода Дополнительно Насыщенным водой И в каких условиях Когда это есть А такие источники есть То есть вот понимаете А не учитывая это Ну какую можно дать Аналитику Это верование А не знание Вот когда он Это все выяснил Друзьяк Он приехал в Одессу И первое Что ему пришло в голову Сделать такую воду Мягкую Чтобы ее пить То можно было Он сделал Такую воду Искусственную Сделал Как продукт питания Сейчас же делают Продукты питания Вот он сделал воду Он сделал воду В которой содержание Ионов кальция Было ноль Кальций плюс Ноль Но добавил он туда Калия в эту воду Глупо Потому что это был Неорганический калий И какой смысл он Организму человека Все равно усвоиться Не может А калия Гигантское количество В продуктах питания В каких В живых Растительных продуктах В пророщенных Семенах В орехах В зелени Любой Которые кстати Горцы едят Очень много Кинза Там петрушка И прочее Вместе С тем что они едят Они огромное количество Едят И причем На какой почве Они выращивают Вот Жданов сказал Про галактическую А дело Не в том Знаете Знаете Еще один момент Очень важный Какой А те места Вот эти центры Долголетия Есть и в Перу Такой центр И в других странах Так вот Везде там Почвы На которых люди Выращивают себе Продукты питания Травы Там Фрукты И прочее Эти почвы Богаты В первую очередь Микроэлементами Которых не хватает Тем более У современного человека Из любых Какие бы он не ел Продукты питания Даже если только Органические Самые лучшие Почему Очень просто Потому что Только два типа почв Могут содержать Все минералы И самообновляться Поддерживая Это количество Если тем более Человек ведет Интенсивное Сельское хозяйство А что это значит То есть выращивает На тех же самых Участках Сегодня На следующий год Через 100 лет То из почвы Даже если вносить Навоз Что хотите Все равно Будут Дефицит И определенные Микроэлементы Такие как Селен Кремний Литий И так далее А почему А дело в том Что вот только Если горы Со своей Ну скажем Наветренной Вот стороны Есть такое понятие Лесовые террасы То есть ветер Разрушает горные породы Постепенно И микропыль Вот эта Переносится Скапливаясь На ветреной стороне Она скапливается Образуя толстый слой Плодородной Вот этой Минеральной пыли Где конечно Полный состав И растение Возьмет в себя То Сколько заложено Природой По программе Второй тип Таких почв Это заливные луга Вот как были Раньше Вологодские Когда с лесов Размывая Вот этот Перегнивший Листовой опад Формированный С так сказать С минералами Которые С глубины почв Доставали Растение Переносится И вегиил Откладывается Половодьями Вот этот Ил Разносится На заливные луга А потом Вода отходит И там Плодородный Ил Который дает Обновляемые Вот эти минералы Тоже в полном составе Оттого и вкус Того же молока Ну например Масло Вологодского Был совершенно Потрясающим И так далее И так далее А вкусы дают Минералы Дорогие друзья И эфиры Минералы и эфиры Так вот Вот причины Вот эта логика Логистика Но надо же Серьезно разбирать Такие вопросы Важные Они просто Думая что Один фактор Даст Панацею Но глупости Это тем более Разбирать же их надо Совершенно адекватно Правильно Ну давайте дальше идем Магния Сульфата СО4 Карбонаты И сульфаты Категорически Не должны Содержаться В воде И в общем Сделав воду Назвал ее Николенко А по-украински Миколенко Она называлась И он начал ее Производить Эту воду Сам пить И начал всех Угощать этой водой И призывал ее Пить для здоровья Начали пить люди Начали пить эту воду И сразу Начали ложкой Хлебать здоровье Нет Владимир Георгиевич Они стали хлебать ложкой Только на самом деле Это все преувеличено Конечно же Но лучше им стало Только потому Что они просто пить стали Они же не пили до того Ну давайте честно говорить Что люди пили Чай, кофе, компоты Кисели В лучшем случае Если уж не говоря О том О чем пить нельзя Другие жидкости Кофе там И прочее они пили Да Ну так скажем А если между молекулами воды Уже растворено Какое-то вещество Другие молекулы То эта вода Дорогие друзья Уже не являются Растворителем Это раствор А раствор Не может участвовать В биохимических процессах На клеточном уровне Так как растворитель А растворитель Это чистая вода Ведь именно она Должна растворить Между своими молекулами Яды, токсины В результате Образованные В результате Метаболизма клеток И вынести их оттуда Так вот Если уже растворено Что-то между молекулами воды То эта вода Не может в полном объеме Участвовать В этих важных Геохимических процессах Именно по этой же причине Люди Не аналитического Склада ума Будем так мягко говорить Говорят Вот люди поехали Врачи сказали Вот допустим Какие-то курорты Архивистам Минеральную воду Любые там стали пить И им лучше стало А вы говорите Мол что минералы Это все вредно Я говорю Вы что люди Видите в этом противоречие Как же вот Я не знаю Что сделала система Образование Или вот Как понять Почему такая деградация Людей идет Ну почему вы не понимаете Что нет в этом противоречия Лучше стало людям Только потому Что они вообще Впервые в своей жизни Может быть Стали пить воду Да еще в нормальных количествах Какие врачи Говорят Литра два в день Три литра в день Там Они до этого не пили Поэтому это первое Второе Минеральные воды Например Там да Содержат много минералов Как раз И им тоже На минеральных источниках Кстати Владимир Владимирович Вот именно На минеральных источниках Где действительно Вред колоссальный организм Они приносят Но людям легче становится Сначала Знаете почему Именно потому что Там вода щелочная А эти люди едят А эти люди едят В основном едят И все вареное Толстые Больные Закислен организм Они впервые Стали расщелачивать Организм И у них Кровь Перестала быть густой Стало легче течь Легче кислород Нестит клеткам Нашего организма В первую очередь Мозга И вот поэтому Им лучше и легче Становится И на минеральных водах Хотя там колоссальное Количество Тех же Солей Жесткости Квербонат И сульфат Так вот Даже Там это происходит Но вред будет В отсроченной перспективе Потому что они Как раз Вот в том-то и дел И сосуды Окальцинируются И плюс Еще почки Подсадят Но это будет потом Как пелось в одной песне А не сразу Понимаете что такое Вот логика И вот эти причинно-следственные связи Ложкой Причем не просто люди А люди Высокие люди Доктора Профессора медицины Доктора Профессора медицины Абсолютно Такие же люди Как и все другие люди Которые уже давно забыли Чему и как они учились Которые Не совершенствуют Свой мозг Каждодневной Аналитической Тяжелой Мощной Работой Они уже давно Не сомневаются А верят в то Что они знают Правду Истину И их истина Это в последней инстанции Как говорил Энгельс Решили на себе Проверь Жить-то Сто лет Всем хочется И не болеть В первую очередь Врачам Да Врачам И люди пытаются Искать Простой способ Простой способ И успокоиться Получив даже Какое-то Реальное улучшение Небольшое Временное Да пусть даже большое Потому что действительно Иногда Человеку На чаши весов Здоровья И болезни Не хватает Самого Малого Чтобы вот эта чаша Перевесилась В сторону здоровья И человек прям воспрял Духом Что называется И телом И такое бывает Но Истина есть истина И неорганические Минералы Не могут Принести Пользу А только лишь Фактор Наличия Мягкой воды Не является Панацией От всех болезней Вот Они начали пить Эту воду Эту воду И второе Что он сказал Этот самый Друзьяк Что надо Любым способом Стремиться К подкислению Крови Подкислять кровь Да действительно Наше Сегодняшнее Состояние То что мы Воду пьем Да А мы то с вами Живем не на Вулканических Породах Мы живем На известняках Дно моря А вода Проходя через Известники Набирает Кальций Кальций набирает И этот кальций С водой Мы и пьем И содержание Ионов кальция В московской воде Где-то около 80 Миллиграмм На литр А во многих регионах И 300 И 400 Это катастрофа Совершенно правильно В Днестре Где он там пьел 90 И вот этот Избыточный кальций Который попадает К нам в кровь Этот кальций Он оказывается В щелочной среде Он сам Ощелачивает кровь И он создает Нерастворимые Соединения Кальция Они уже нерастворимые Неужели непонятно Когда воду Кипятите Вот это видно Когда осадок Падает Кристаллизуются Вот эти минералы Неорганические То есть которые находятся Правильно говоря В неорганической форме Своего существования Они между молекулами воды Как бы Висят Условно Поддерживаются Физическими Там определенными Свойствами Химическими И физическими Электрофизическими Электрохимическими Можно сказать Так вот А при достижении 65 градусов Выпадают В осадок Меняется Пространственная Конфигурация Изомерная Вот эта вот Структура И происходит Как раз то Что мы видим Вот этот Неорганический Кальций В первую очередь Там и другие элементы Они выпадают В осадок И пить это Действительно нельзя Почки на полку И так сказать Сосуды Действительно Все правильно Причем Атеросклеротические Бляшки Это смесь Холестерина Низкой плотности И Вредного Так называем И как раз Кальция Как арматуры В теле бетона Если такую Параллель провести То есть бетон Состоит из Цемента Ну условно Примитивно говоря Ну понятно Песка щебня Но не будем сейчас Даваться И металлическая Предположим Арматура Металлическая арматура В данном контексте Это кальций Это стержни На которых Навешивается Так сказать Вот этот цемент В виде холестерина И действительно Это так Но не потому Что Если бы вы Дорогие товарищи Ели бы зелень Но не вареную Это как с щавелевой кислотой Да она вредна Но если Вы Не Вареный Щавель едите А свежий Живой Салат Или сок Никаких проблем Напротив Эффект Благодаря именно Этим кислотам Органическим Будет обратный Соль и кальция И будут растворяться Но Вот про то Какой же эффект Дают кислоты Органические Жданов Дальше будет говорить Я тоже вам кое-что скажу А пока я скажу Такую вещь Вот я попрошу Сейчас даже вставить Моего помощника Сюжет маленький Что говорит Агулов Есть такой Остеопат Он владеет Изумительной Практикой Древнего славянского Массажа Ну и Возглавляет Одну клинику Ну дело не в этом У него есть Свои определенные Тот же ошибки Заблуждения Верования Но он абсолютно прав В чем прав В том прав Потому что это Легко доказуемо То что как раз Говорит противоположное Вот там где есть Источники Пласты В почве Под почвенными слоями Содовые так называемые Природные соды Где вода щелочная Как раз в этих местах Долгожители То есть где вода Мягкая Совершенно правильно Ждан говорит Мягкая Солей жесткости нет Но щелочная Не кислая При этом Все что касается Соды И оказывается Это продукт Которому Со временем Памятник поставят И вообще Там где Лежит полос соды Люди долго живут Потому что Они ее пьют Как чай Они на ней Готовят суп Вот это Совершенно верно Это совершенно С тем же еще Коррелируется С тем что Говорят Врачи Неотложной Скорой помощи Что они Льют пациентам Когда надо Срочно Там спасать организм Когда приступы Инсульты Инфаркты А это происходит Всегда Кровь густая Жирная Вязкая Это три разных Свойства О которых я тоже Говорил в своей лекции Кровеносная Кроведворная система Они льют Что сразу Переливает Физраствор Так вот Дорогие друзья Но надо же думать Вот практика Критерии истины Практика Когда человек умирает И врачи Именно скорой помощи Неотложной Знают что делать И спасают За секунды Порой жизни Человек Вот это и есть Истина А это Щелочная Среда Ну вот Почему я решил Создать это видео Вы теперь уже поняли Ну дальше будет еще Интереснее Давайте слушать И эти нерастворимые Соединения Кальция Мельчайшие Начинают У человека Закупоривать Капилляры И сосуды И человек От этого Умирает Преждевременно От этого В том числе Умирает Преждевременно Не только Поэтому Не в этом Единая причина Болезни Извините Как вот любят люди Тот же Бутейко Вот в свое время Что значит Вот именно За счет Сниженного Количества Углекислого Газа В атмосфере И в крови Человека Происходит И только В этом Причина Или Ну не только В этом Причина Их много Вообще Причина Уж если Говорит Смерти Это кислородное Голодание Клетки Просто Кислородное Голодание Клетка Погибает По какой Причине Сердце Стало Кислородное Голодание Да Сосуд Пережат Кислородная Голода Да И так Далее Низкое Содержание Водорода Ионов В крови Например Или Углекислого Газа Низкое Ниже Нормы Определенной Будет Тоже Плохое Усвоение Кислорода И так Далее И так Далее Уж если Так Говорит Не 160 лет Живет А 60 Причем Где В первую Очередь Начнут Закупориваться Эти сосуды Забиваться Этими Средние Кальции То и болеет В печени Печень Почки Почки Сердца Сердца Мозг Мозг Ну прекрасно Это не совсем так Но в целом Можно сказать С натяжкой Что это верно Вообще На долгую Продолжительную И качественную Жизнь Влияет очень много Факторов Я обязательно Когда-нибудь После наверное Еще двух Трех видео Долгожителя Когда я Основную Аналитику Закончу Я обязательно Сделаю видео Которое Поставит Абсолютную Точку Вот как я Сделал видео Например про Б12 Скажем Да Где я Поставлю Уже просто Точку Что я разберу Вообще Все факторы Ну все Основные Факторы Точно Которые Влияют И сделаю Это так Чтобы вот Человек Прочтя Или В виде книги Это будет В виде статьи Не знаю Либо В виде видео И уже скажет Все Я теперь понял Абсолютно Все Поэтому давайте Так Кто хочет Выразить Какой-то Протест Я знаю Что всегда Такие люди Находятся Ну не имеете Морального Права Выражать Протест Поскольку Вы Пока Вы Пока Пока Вы не Изучили Те видео Да Долго Не хочется Понимаю Которые Я уже Снял На тему Долголетия Долгожителей Потому что Не одно Два Посмотрев А только Все Вместе Друг за Другом Вы сможете Понять Что я Уже Ответил На ваши Вопросы Претензии Или Какие-то Так сказать Крик Души Ваш Протест Внутренний Уже Давно Объяснил Это все И доказал Почему Что И как Вы Только Тогда Говорите Пишите Что-то Так сказать В протест Владимир Ильич Ленин Умер В 54 Года Умер Он От склероза Сосудов Мозга Врач Который Вскрывал После Смерти Ленина Он Пишет Я Брал Скальпелем Стучал По сосудам Они Звенели Все правильно Там у Ленина Было Специфическое Еще Заболевание Это тоже Надо Учесть Но Правда Да Правда Надо Сказать Что Действительно Как помните Кипяточку Еще шутки Вот Насчет Ленина Кипяточку Любил Да Действительно Любил Кипяточку Вода В основном Была Жесткая Ну В горках По крайней мере Где он Жил И так далее И действительно При очень Мощной Умственной Активности То есть Головного Мозга Идет Это знаете Как вот Вода Холодная Идет Идет И приборы Кальцием Холодная Труба Кстати В домах Вот где Скважины Свои Она в идеальном Если конечно В этой системе Отопление Тоже Обычная И скважина Артезианская Вода Она будет В десятки Раз быстрее Закальциниваться Так вот Дело в том Когда Мощная Умственная Деятельность Аналитическая Там создаются Примерно Такие же Физические Свойства Как при Нагреве В соком Когда действительно Кальция Откладывается В первую очередь В микрокапиллярах В сосудах Артериальных И действительно Это так Так что Здесь ничего Удивительного Нет То есть Сосуды Внутри Все были Бетонированы Вот этими Соединениями Кальция Закальцованные Сосуды А уж Капилляры Мозга Были напрочь Забиты К этими Соединениями Кальция Потому что У человека Когда в мозге Начинают Капилляры Закупориваться Этими Кальцием Наступает Старческое Слабоумие Такие Из-за Дефицита Кислорода И разрушения Участков Головного Мозга Которые Отвечают За соответственно Там память Или иные Свойства Либо рассеянный Склероз Либо старческое Слабоумие А Ленин Последние 3-4 года Страдал Как раз Старческим Слабоумием И умер От склероза Сосудов То есть Это вот Вам как говорится Пример В 54 года Хотя Великий Человек Понимаете Совершенно Не доказывает Правоту Друзьяка Относительно Единственного Критерия Или двух Скажем То есть Мягкой воды И мол Закисление Организма Что вот Она панацея Ну совершенно Никак Умер от этого И вот Все эти Профессора Доктора Наук Они попробовали Пить эту воду Попробовали Подкислять Кровь А кровь Подкисляется Кислыми Продуктами Кислыми Продуктами Скажем Все овощи И фрукты Свежие Имеют Кислую реакцию Есть такой Приборчик Называется PH-метр PH-метр Электронный Приборчик Суешь Любую Так сказать В любой Фрукт В любой Овощ В ягоду И куда И сразу Показывает Какой PH То есть Кислая Или щелочная Реакция Ну на самом деле Вот с таким Приборчиком Я бы работать Очень не советовал Потому что Калибровка их Чтобы они правильно Показывали Должна быть Перед Запомните Перед каждым Применением И поэтому Есть электронные PH-метра Достаточно дорогие А иначе Они не точно Показывают Которую надо В водную фазу ввести То есть Выжать сок Например Да согласен А теперь Внимание Вот Владимир Георгиевич Давайте С точки зрения Биохимии А это Может Объяснить Правильно Только Во-первых Человек Который знает Хорошо Все три Скажем Курса химии Как минимум Неорганическая Органическая Биохимия И Является И биологом И медиком И Я приведу пример Чтобы так сказать Авторитетного человека То есть Поясним Сейчас мы Ну мы это Так сказать Потому что я тоже Про это давно говорил Но давайте возьмем Для примера Врача Марву Вагаршакова Но Аганян И я попрошу Сейчас моего помощника Поставить тот кадр Где Аганян Поясняет подробно Ну пусть Не с моих уст Это идет А именно Вот так сделаем То есть Как происходит Вот это Преобразование То есть Действительно Вот эти Органические Кислоты Которые Содержатся В фруктах Особенно В цитрусовых Там Да Лимон Например Лимон Прекрасно Это кислоты Но почему Эти кислоты В организме Действуя Как кислоты Временно Дают Именно Ощелачивающий Эффект Воздействия Вот в этом Ошибка многих И Болотова И Друзика Ну например Такие исследователи Почему мы не берем Их пример Вот не говорят О них тот же Жданов Не говорят Лапо Ну почитайте Лапо Где он совершенно Дает Кстати Справедливую Аналитику И вообще Кстати Именно о защелачивании И почему Щелачная реакция идет Но кстати Болотов Ведь в принципе Друзья В этом отношении Это во многом Правы Только они путают Как раз Защелачивание С окислением То есть То что реально Происходит В организме Хотя Их некоторые Методики Действительно Действенны Просто идет Ошибка В описании И анализе Того Что они видят Результаты Я имею ввиду Ну вот Давайте сейчас Посмотреть Этот отрывок И идем дальше Да Лимон кислый Но в организме Он становится Щелачным Потому что Эти кислоты Трикарбоновые Кислоты Там Вот это Ну опять же Говорю Биохимия Нам объясняет Все И делает Нас зрячими Там Монокарбоновая Кислота Это уксусная Вот уксус Виноградный И винный Нельзя употреблять А яблочный Это уже Четырехкарбоновая Нет Дикарбоновая Яблочный уксус Значит То что Больше Одной Карбоксильной Группы Вот этой О Это кислотная Группа Да Если Больше Одной В молекуле Углевода Тоже Глюкозы Если Больше Одной Если Одна Это Это будет Значит Уксус Если Больше Одной То будет Дикарбоновая Трикарбоновая Или Лимонная Трикарбоновая То есть Там Целых Три Вот Таких Вот Группочки Замечательные Так Они Нам нужны Эти карбоксильные Группы Потому что Когда они попадают В организм Они Диссоцируют Ясно То есть Распадаются На свои Атомы А тут Диссоциация Будет Посмотрите Какая нам Выгодная Выделяются Охашионы Охашионы Посмотрите Какая прелесть Буквально Ну Нельзя 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 Не Восхищаться Перед Мудростью Природы Охашионы Несут На себе Лишний Отрицательный Заряд То есть Лишний Электрон А этот Лишний Электрон Так и хочется Нарисовать Его Действительно Красный Это Носитель Энергии Вы понимаете Это Замечательная Вещь Что мы Имеем Возможность Вот эти Цитрусовые Соки Почему Они спасительны А их Запрещают При Аллергиях Это же ужасно Сок Грейпфрута Сок Лимона Сок Апельсина Ну И Многий Сок Вишни Вишневый Сок Невероятно Целительная Вещь Все потому Что Они Кислые А кислые Соки Вот Живые Понимаете Не Не лимонная Кислота Вот можно Лимонную Кислоту Вроде Так она Мертвая А нужен Нам живой Ион Вот они Нас Обогащают Организм Энергией Вот И это Все идет На синтез Тех же АТФ Вот Теперь Вы Поняли Что Органические Кислоты Дают Щелочную Реакцию В организме Ну Слушаем Владимира Георгиевича Дальше У всех Свежих Свежих Фруктов Овощей Кислая Реакция Начинает Лимона Заканчивая Картошки У всех Кислая Реакция Подкисление Подкисляет Кровь Постоянно Русская Еда Была Какая Квашеная Капуста Квас Это все Кислые Кислые Вещи Идет Подкисление Этой Крови Когда кровь Постоянно Кислая То организм Пытается Скомпенсировать Это За счет Щелочных Компонентов Каких-то И практически Компенсация Идет За счет Того Что Организм Начинает Из тканей Для того Чтобы поддержать Определенный баланс Буферную систему В крови Начинает Расходовать Из тканей Эти щелочные Элементы И тогда Мы теряем Магний Теряем Медь Теряем И тогда Появляется Я еще раз Повторяю Что при нехватке Дефицита Той же Меди Мы сидеем Появляются Грыжи Появляется Опущение Органов Плохо Работают Мозги Плохая Память И в то же время Мы становимся Если Это Нескомпенсированное Состояние Состояние Ацидоза Продолжается Длительное время То мы становимся Готовыми К различным Заболеваниям И в зависимости От того У кого Какая слабая Система Эта слабая Система Тут же Выползает И если Подкислять Кровь И если Прекратить Ощелачивать Кровь В первую очередь Вот этой водой Которую Которую Мы пьем Все Так не путаем Вода Мягкая Не значит Что она Кислая Вода Мягкая Может быть Слабо Щелочной Вполне И вот Эта идеальная Вода Только по Этим Двум Параметрам Не забываем Что их Еще другие И более Важные Параметры Есть Такие Как Вот эти Свободные Электроны То есть ОВП Параметры Вот это Вот шишкин лес Здесь 20 Миллиграмм Это Одна из Лучших Вод Которые Продаются В наших Магазинах Хочу Что еще Подчеркнуть Я категорически Кроме Крайних Случаев Не советую Брать Покупать Воду В пластиковых Бутылках Потому что Они Там Бисфенол Содержится Там Есть Ядовитые Вещества Которые При взаимодействии С водой Особенно При катализаторе То есть Температуре Либо долго хранятся В бутылках Пластиков Выделяется Воду Если бы Бисфенольный Пластик То он бы стоил Вот такая Бутылка Как в руке Владимира Георгиевича 3000 рублей Только Бутылка Сама По себе Из тритана Вот этого Пластика Единственного Бисфенольного Поэтому стекло Должно быть Но это так К слову Обычно 60 Больше 100 300 До 400 Это смертельно Опасная вода Для нашего Организма Это правильно И вот эти все Профессора В конце Каждой главы Он приводит Их отзывы Об этой воде И об этой Его методике Первый отзыв Предисловия Написал Известный Врач Доктор Медицинских Наук Профессор Нечестный Прием Приводить В пример Для доказательства Своей якобы Правоты Авторитетных Ученых Потому что Эти ученые Совершенно уж точно Не специалисты Там по изучению Физико-химических Свойств воды Они такие же Точно в этом отношении Специалисты Как любой Электрик Монтажник Так сказать Дворник Или Любой другой Профессии Человек Леви Знаете такого Леви Я знаю другого Ученого Например Лауреата Двух Нобелевских Премий Отто Варбурга Который еще В 20-30-е годы Писал Очень серьезные Работы Я в частности Их анализирую И привожу В моих лекциях По онкологии Посмотрите Дорогие друзья Это ведь Каждого может Коснуться Это очень важная тема Где как раз Я отсылаю на работу Его я говорю Также о том С чем он С какими материалами Работал С его коллегами Например Онкологами Когда операционное поле Дорогие друзья Обрабатывали Каустической содой Сверхщелочная среда Сверхщелочь И что происходило Практически Никогда не было Метастаза Погибают Раковые клетки Именно в щелочной Среде Конечно Они могут погибнуть И в кислой Но это должна быть Такая кислота А вы ведь Наверное Не будете спорить Дорогие друзья Что даже Рак желудка бывает Вы слышали об этом? Так вот В желудке Какая среда Всегда сверхкислая И все-таки Рак желудка Бывает Не правда ли? Владимир Георгиевич Подумайте об этом Я серьезно Вам говорю Но ведь Это же логика Простая В жизни все Построено на логике На Это законы Причинно-следственных связей Но нельзя же так Верить во что-то Успокаиваться И на флаг Это ставить Ну известный Он писал Много книг Очень у него Написано Вот поэтому Известный Отто Варбург Как раз говорил Про роль кальция Другой вопрос Что кальций Разный Ну вы уже поняли Да Уважаемые зрители Что кальций И вообще Зачелачивание Что вот Это приводит Как раз к тому Что действительно Прекращают Развиваться Или подавляются И некоторые Виды вирусов Прочие И раковые клетки Рост И так далее О чем кстати Лапо Тоже Если уж вы Болотова читаете Дорогие друзья Зрители То обязательно Почитайте Будьте Не надо верить Надо сомневаться Надо анализировать Думать надо Поэтому почитайте Лапо И вот две книги Сравните И вот тогда Может быть вы поймете О чем я говорю Ну более так сказать Досконально И вот он пишет Кислый привкус здоровья Он пишет Что да Действительно Попробовал Да действительно Эффект потрясающий Да действительно Нобелевскую премию За это могли бы дать Но ему конечно Не дадут Нобелевскую премию Поэтому Столько денег Вложено В фармацевтику И медицину Да а это прям Вот все Мы можем Стать здоровыми И поэтому Современная фармацевтика Уже не потребуется Разумеется Только при этих Изменениях А так Ешь чего хочешь И так далее Это не повлияет Мол нет Все это повлияет Поэтому это конечно Не по нации Что это простая вещь Которая просто Приводит к здоровью Это напрочь Перечискнет Вообще Всю медицину Кроме Но только Если еще раз Говорю Если кислую воду Будете пить Она временно Улучшит Потом ухудшит А вот если Вы просто воду Начнете пить Действительно Мягкую воду Тем более Дистиллированную После обратного Осмоса Как сейчас Данов скажет Про это А я говорил Про это И 10 лет назад И более Про осмосы У меня они стояли Уже лет 20 осмоса Я использую Да больше наверное То вот это да Приведет к улучшению Хирургов Которые там Переломы будут лечить Понимаете Как это в этих Карабахах Там где люди Вообще не болеют Они не болеют Потому что у них Есть абсолютное Душевное Стойкое спокойствие У них крепкая Генетика Ну это ладно 10-15 процентов От успеха У них нет Убежденности В том Что надо умирать Раньше У них есть Некая программа Как аутотренинг По сути То есть убежденность Что 150 Это норма У них есть Примеры эти Перед глазами У них есть Уважение Младших К старшим поколениям Которые поддерживают У них есть Значимость И нужность Их даже В самые преклонные Годы Почему они У них есть Уникальные Богатые Овощи Фрукты Зелень Микроэлементами Без которых Сразу летит И гормональная система И весь организм Обменные процессы У них есть Уникальные свойства воды У них есть Мощнейший энергетик В виде Отрицательного ОВП воды В тех местах Где сосредоточены Центры Сверхдолгожители Вернее Были такие То есть Те источники Из которых Они пили Обладают Теми свойствами воды Которые очень близки К физико-химическим Свойствам воды Внутри клетки Нашего организма И другие факторы Которых множество Приводят к тому Что там были Сверхдолгожители А не то Владимир Георгиевич О чем вы сейчас говорите Говоря всего лишь О одном Факторе из воды Мягкой воды И то что вторым Физико-химическим Свойствам говорить О ее водородном Показателе То есть В данном случае Что она Кислая И он пишет Его спрашивают А какие болезни По методу Друзьяка Вылечить можно А вылечить можно Почему Вот у нас В Москве Мы пользовались Фильтром Водный доктор Он задерживает Всякую там Дрянь Но кальций Проходит насквозь И вот эту воду Из подводного Доктора Фильтра Мы Кипятили чай В конце недели В чайнике Налет белый В этого кальция Что делать Уксус окапнул Он растворился Лимон окапнул Растворился Смыл И все Понимаете А Оказывается Кислая среда Растворяет Вот эти вот Твердые Образования Кальциевых Кальциевых Вещей То есть Он их растворяет Поэтому Если подкислять Кровь То можно Начать оздоравливать Потому что Кислая кровь Растворяет И выводит Выводит Потихоньку А вот тут Дорогие друзья Сейчас поясню Вот тут Владимир Георгиевич И прав И не прав Эффект такой есть А что она Растворяет Это правда У многих людей Скопление кальция Как мы уже с вами Усвоили И условились В сосудах И плюс там Почки Если какие-то Другие органы Накапливают Излишнее количество Солей Не могут вывести Ураты Те же Что происходит Действительно Если есть кислота В организме То есть попадает Большая концентрация То временно В результате Постоянного Или перманентного Какого-то воздействия В большей или меньшей степени Кальция начинает Растворяться И это хорошо Но в долгосрочной Перспективе Это плохо А теперь В короткосрочной Перспективе Как же использовать Этот эффект Который наблюдал Друзьяк Совершенно справедливо Но не понял И неправильно Интерпретировал И объяснил Логически Что к чему Это значит И приводит А вот я вам скажу Я попрошу Моего помощника Сейчас поставить Вам фрагмент Видео Где у меня С Арсеном Маркаряном Это такой известный Достаточно в узких кругах Спортсмен Во многих видах Единоборств Во многих чемпион Он сыроед По крайней мере Был тогда И мы с ним провели Телемост Достаточно такой Сильный Ругательный Такой знаете Даже Для крепких духом Может быть Его смотреть и не надо Но он был рассчитан На определенную аудиторию Для спящих мозгов Поэтому нужно было Так сделать Так вот Он там рассказывал О своих наработках Ну Виде них Очень правильных И справедливых Как раз к тому отношению Имеющие О чем Владимир Гюридович Сейчас говорит Он рекомендовал Лимонный сок Стакан Он по-моему пил Ну я рекомендую Начать с третьего стакана Можно полстакана Утром Прям выпить Свеже отжатый Запивая водой Ну чтобы не было Совсем тяжко И сразу бегать До пота Ну до изнеможения Это по здоровью Своему надо смотреть Ну то есть Не перегнуть палку Но Сразу выходит Вонючий страшный пот Который так При беге При равных прочих Не выходил Чего бы вы не пили Сколько бы воды вы не пили И действительно Лимфа начинает Лучше работать Растворятся Вот эти яды Они отдаются В кровь и в лимфу Это выносится В том числе Через кожные Потовые железы И сальные И так далее И так далее Выходит мокрота Аж черная И так далее Действительно Это правда А можно Грейпфрутовый сок Стакан Или чуть больше И бегать И вот потом Постепенно У кого какая загаженность Начинается Этот эффект Спадать То есть Состояние здоровья Прекрасное Действительно Улучшается все Но имеется в виду Меньше и меньше Выделяется Вот этой гадости Потому что организм Просто отчаялится Я просто пью За день Да там Полулитра Лимонного сока С утра Там Перед каждой Переводку Ну лимонный сок Для меня Это такое Знаете Это прям Это как Адреналин Внутривенно То есть Я проснулся Выпил 200 грамм Такой Две стопки Походил Перед второй тренировкой 200 грамм А во время Самой тренировки Лимонный С апельсиновым соком Ну вот По эффекту Там же самое главное Что происходит В таких тяжелых нагрузках Там реально Древние токсины Отрываются Нужно их растворять Нейтрализовывать И в этом плане Для меня лучше Цитрусовых Ничего нету Прекрасно Не говоря о влиянии Там на кислотно-щелочной баланс И в общем-то Что произошло На второй день Меня просто поставили Перед фактом Ты теперь готовишь На всех Ты готовишь На всех Лимонный сок Я говорю Только запрямь Спустился в супермаркет Ящик купил В общем-то У нас уходило По ящику в день Этого лимонного сока Что ребята почувствовали Что они так сказать Просто Вот самая главная Была реакция у тренера То что он у меня Возрастной был Ему было уже 32 Но он человек осознанный Он закаляется В бане Голодание В бане Когда мясо ел После перестал Ну в общем-то Он прям пьет И у него так глаза Расширяются И говорит Ты че Что это Как это работает Рассказывай В общем самое главное Выносливость поднимается Прям вообще Просто на принципиальный уровень Конечно Верная система Сразу включается Ну в общем-то По инерции еще Ну я потом В этом зале Этого тренера Не тренировался Два месяца ходил К нему Потом переезжал Все эти два месяца Вот я прям Я же с ним тоже борюсь Я прям вижу Когда он выпил Соб Когда не выпил То есть на уровне чувств Скажем напротив Подтверждает ли Этот абсолютный факт Беспорный то Что кислоты органические В итоге Все-таки Не защелачивают организм Они все-таки Закисляют Они в начале Закисляют Только не закисляют Они эффект кислоты Показывают То есть Мы его видим Но это защелачивает организм А второе Что Неужели Это говорит о том Что Так сказать В долгосрочной перспективе Тоже все будет прекрасно Нет конечно Нет конечно И потом Еще раз Не вода должна быть кислая Вода должна быть Слабо щелочная Или Пусть вода будет кислая Но тогда не будет в этом Слабо кислая Только Вот 6,5 6,9 Но Не 4,5 Конечно И вот только будет В том случае Не будет беды в этом Что вода будет кислая Если вы дорогие друзья Спеющие все-таки Будете есть Достаточное количество Зелени Которая всегда щелочная Овощей Которые всегда щелочные Фрукты Которые несмотря на кислоты Фруктовые Будут все равно Оказывать щелочной эффект И так далее И так далее Вот в этом случае Тогда действительно Даже употребляя воду кислой Этой проблемы Не будет Потому что Да В данном случае Будет более важный фактор Что она мягкая Все-таки И не содержит солей и жесткости Так что Здесь нет противоречий Но в чем не прав Владимир Георгиевич Вот повторяю Вот это за друзей В чем они не разобрались до конца Потому что Не анализировали глубоко Как говорится По всем направлениям Биохимии И жизни человека Вот в этом они ошибались Этот излишний кальций Из нашего организма На этом основано Оздоровление И вот этот левый пишет Какие болезни Лечатся по методу Друзьяка Он пишет Практически все Практически все Представляете Да что-то удивительно Потому что Есть не болезни Отдельно взятые А болезнь организма Системное нарушение Биохимических процессов Из-за неправильного питания Образа жизни Если мы вносим Очень важный фактор В оздоровление И он все-таки В данный момент Времени превалирует То чаша весов Еще раз Склоняется На сторону здоровья И тогда Да Человек лучше По всем направлениям И действительно Организм уже способен Уже руки Что называется Доходят Побороть какую-то болезнь Быть может Хотя у кого-то И не поборят Этого не будет достаточно Не у всех Более того Подкислять кровь Он пишет Надо Органическими кислотами А вот это совершенно правильно Но тут он и не понял Друзьяка Вы неправильно Владимир Георгиевич Это поняли Вот это как раз Огромная разница Органически Совершенно верно Они растворят Щелочные Вот эти Скажем так То есть соли Карбонаты Конечно же Как мы видим Что в чайник налить И пойдет Шипение Углекислый газ Выделяется И действительно Кальция растворяется И будет примерно То же самое Постепенно Только плавно В сосудах Мы же не можем Кислоту В себя концентрированную Влить Конечно нет Вот Но Именно органические Кислоты Дают щелочную среду Органическими кислотами Да Борис Болотов В вопросах Соды Ваш попутчик Вы знаете Там одна маленькая Особенность Вот Болотов Говорит о закислении Он считает Что если принимает Кислое То это Закисляет Организм Ведь лимон Тоже кислый Но он несет Щелочное основание Для крови Грейпфрукт По шкале Уоркера Имеет 4 плюса По защелочению Но он то кислый Поэтому Он понимает Так Если закисление Это кислые продукты Нужно кушать Вот был такой Американский Ученый Полинг В 20-е годы Он исследовал Витамин С А витамин С Это что? Это Аскорбиновая Кислота Кстати я в свое время Тоже на Полинга Так подсел Поддался Так сказать Вот этой особой Значимости Витамина С И понимаете В чем дело Полин конечно Великий человек Лауреат Нобелевской премии Он был прав И не прав Одной личной Другой коллективной Нобелевской премии Но дело в том Что Вот это открытие Витамина С Не то что Открытие Его значимости Свойств Дозировок Он в чем Был не прав Кстати он умер Кто не знает Я скажу От рака Его жена тоже От рака Умерла Но дело В другом Совершенно Что Синтетические Витамин С Это страшное Оружие Которое кстати Потом выяснилось Что совершенно Не дает Тех результатов Которых Вот в тестовых Пробных Так сказать Писали А извините Натуральные Витамин С И тут колоссальная Разница Действительно В лимонах Там в зелени Хвое Дает огромный Положительный Эффект Потому что Это действительно Это правда Мощный антиоксидант Как например Среди минералов Силен Если так можно сравнить Ну и так далее Поэтому значит Вот тут Разные вещи Это и нет Порой вроде бы Противоречий А они видите Как и люди Неправильно могут понять Вот как понял Жданов Неправильно Неправильно это Осмыслил Так и другие люди И он доказал Что применение Витамина С Очень повышает Иммунитет Способствует здоровью Человеку И долголетие Витамин С Так вот Друзьяк Доказал Что любые Органические Кислоты Любые Кроме щавелевой Кислоты А это неправильно Я уже объяснил Почему Что кстати Доказал Другой Выдающийся Исследователь Доктор Тоже Норма Нокер Дорогие зрители Я вам советую Взять Купить Либо в интернете Посмотреть Книгу Лечение Соками Овощными В основном Соками В этой области Нет Аналогичных Знаний Ни у кого Больше в мире Это человек Номер один Специалист По лечению Соками Был Так вот И вот Он как раз Это все правильно Абсолютно Точно С точки зрения Биохимии Поясняет Как все это происходит Что щелочные Что органические Кислоты Ощелачивают Что Ощевелевая Кислота Если она В невареном Виде Не выпали Кристаллы В осадок Она наоборот Полезна А только Выпавшая В осадок Именно Вредна Почему До сих пор Говорят Врачи И повторяют Некоторые Глупости Эти с врачами Почему Вареный Щавель Действительно Ну вообще Щавель Вреден Но они Подразумевают Вареный Его же все Варят и жарят А это Извините Огромная Разница Так же Как И Понимаете С кальцием Так же Как и с кальцием Несут Человеку Здоровье И долголетие Причем Витамин С Это не самая Сильная Кислота Лимонная Кислота Намного Намного Сильнее Чем Вот этот Витамин С Аскорбиновая Кислота Несут Человеку Здоровье А витамин С Кстати Аскорбиновая Кислота Приносит Огромный Вред Я вот Недавно Видео Не знаю Еще не Опубликовано Но будет Скоро Насчет Гастритов Там есть Форма Гастрита Одна Интересная Которая Как раз Вызывается В основном Применением Аскорбиновой Кислоты Как эти Кислоты Употреблять Ну с кислыми Продуктами Я вот сейчас Постоянно У меня на столе Лимон Постоянно Лимон в чай Размешал Съел его Отлично Яблочный уксус Слышали Яблочный уксус Та же Кислота Взял В стаканчик Чайную ложечку Выпил Подкисление Крови Вот не просто так От балды А именно Вот в той Тренировке По действительно Очищению Сосудов И доклеточного Уровня Межклеточного Пространства Именно Вот от солей Таким образом Как говорили Мы с И рассказывал Про это Свой опыт Рассказывал Арсен Маркарян Более того Подкисление Крови Можно найти Результат Оздоровления Он пишет В таких Методиках В которых Даже и не Подозреваешь Что подкисливается Кровь Вот скажем На чем основан Оздоровительный Эффект Легкого бега Легкого бега Бегом от инфаркта Помните Было такое Бегаем от инфаркта Пока Основатель Этого движения Бегаем от инфаркта Не умер Во время бега Не умер Сам от инфаркта Понимаете Он сам умер От инфаркта Не честно Потому что Можно сделать вывод Что бег Это все ерунда Нет Это не ерунда Например Сейчас есть Такой велосипедист Французский Которому сейчас Уже 105 лет Я просто видео Смотрел Когда был 102 Полез там В энциклопедии Ну и там Значит ему сейчас 105 или 106 Ну что Давайте тогда Говорить Что бег Это панацея То есть Или там Велосипед Это тоже не панацея Ну нельзя Так вот Примитивно И упрощать нельзя Бег это прекрасно А потому Я не помню Что сейчас скажет Жданов А потому При беге Улучшается состояние И так далее Не то что Закисляется кровь Да Частично да Но не кровь Она не может закисляться Иначе человек умрет Просто действительно Увеличивается содержание Углекислого газа Потому что человек Не успевает выдыхать Тот объем Образовавшегося Углекислого газа Его больше становится В крови Чем в обычном Спокойном состоянии И вот это Ближе к норме Реакции Содержания Углекислого газа Повышает Оказывается Усвоение Кислорода А значит Соответственно Биохимические процессы Идут лучше Плюс Тренируются Сердечные мышцы Кровеносные сосуды Вся мускулатура Человека Ускоряются Обменные процессы В том смысле Что лимфатическая Система Начинает лучше работать И выводить Яды Токсины Из организма Потому что Лимфатическая система Работает тогда Когда мышцы Сжимаются Все группы мышц Начинает буквально С топ До всех остальных И вот поэтому Тогда Это как бы Сердце То есть кровь Гоняется сердцем А лимфа С сокращением Наших мышц И поэтому Как раз У спортсменов У бегунов Лучше работают Выделительные системы Даже если они Неправильно питаются Пока не забросили Активный спорт Они будут Хорошо себя чувствовать Вы понимаете Дорогие друзья В чем здесь И какая Логика Видать Нагрузку Дал чуть больше И умер От инфаркта Правильно Он ел Сосиски Котлеты Естественно Возможно У него были паразиты Дефицит В 12 Привел к тому Что при нагрузке Действительно Мог быть инфаркт Может он пил Да Как о чем Жданов сам говорил У него Тромбозы Могут быть В мозге Или там Допустим Сердечные мышцы Вот вам инфаркт Пожалуйста Тоже может быть Ишемический Например В чем тут дело Оказывается Человек Когда начинает Бежать легко У него Через некоторое время В кровь Начинает Выделяться Что Молочная Кислота И вот За счет Этой кислоты Идет Оздоровление Идет Улучшение Его состояния Здоровья Так вот Мы с вами Говорим О кислотно-щелочном Равновесии Когда мы С вами Начинаем Потреблять Щелочные Продукты В данном Случае Пусть это Будет Сода То сода Нейтрализует Кислые Образуются Нейтральные Соли Так вот Эти нейтральные Соли Они Остаются В мышцах Как и странно И поэтому Двигательная Нагрузка Во время Приема Соли Она очень полезна Она способствует Тому Что эти Нейтральные Соли Выводятся Из организма Лечебное Голодание Оказывается При лечебном Голодании В кровь Поступает Много Кислых Это Идет Подкисление Крови Побутейка Дыхания Слышали Такое Человек Задерживает Дыхание И у него В крови Накапливается Углекислота Опять же Кислота Понимаете Нейрогуморальные Регуляции Организма Следят Затем Чтобы Вот по этой Программе Вот эта Константа То есть Норма реакции Была Вот в норме То есть В пределе Котором Признак Существует И в данном Случае Кровеносная Система И другие Среды Работают Это Щелочные Среды И кровь Если будет Закисляться Попытка Закисления Будет Сразу Выбрасывает Из всех Запасников Даже из кости Кости будут Разрушаться Но кальций Будет Поступать В кровь Чтобы Не дать Крови Закислить Ну неужели Это непонятно Ну реаниматологи Это прекрасно знают Когда на секунды Счет идет Чтобы спасти Человек Заболел ребенок Что ему дают Аспирин А аспирин Это что Ацетилсалициловая Кислота Модиозно Ну давайте Тогда давать Еще и серную Кислоту И соляную Дураки Родители Если дают Аспирин ребенку Чем лечат Детей Лечат Отваром Из клюквы Отваром Из брусники Ну не надо Только Отварами Лечить Вы калечите Одно лечите Другое калечите Надо просто Взять теплую воду 70-80 градусов Но не более того Растолочь Просто в ступочке Или чем-то Бруснику Предположим И вот Настоять Вот вам будет Прекрасный Настой Будем это Называть Отваром Но не кипяченый Ни в коем случае Из действительно Полезнейших Ягод Брусник И клюквы А это тоже Та же самая Крутится вокруг Вот этой самой Кислоты Понимаете Органические Кислоты Ощелачиваются И если человек Начинает Закислять Подкислять Свою кровь Потихоньку Потихоньку Начинает Возвращаться Здоровье А естественно Если смещается PH в сторону кислого Заряды эритроцитов Падают И к чему это приводит Слипание Форменных элементов Эритроциты Слипшись Естественно Они плохо Перемещаются Естественно Перегружают сердце А если осталось Еще дополнительный Какой-нибудь Сильный стресс Получить То стресс Сам по себе Тоже загущает Кровь Или выпить Бокал Вина Какого-нибудь Там Суррогатного Это тоже Закисляет И вот это Закисление Может привести К тому Что вдруг Сахар Подкрикнул Или наоборот Упал То есть Дегуляторные Функции Нарушаются Если меняется Заряд эритроцитов То меняются Электролитные Свойства Желчи Желчного пудыря И тогда Из желчного пудыря Начинает формироваться Камень Выпадает осадок Это вот так Вот мы Интересно Все устроили Тут очень интересный момент Который сейчас Данов скажет Который просто Поразительный И этот самый Друзьяк Он прожил еще 45 лет После этого Не болеет А Норма Нокер Еще 80 лет Прожил После того Как он от цирроза Печени умирал И перешел На овощные соки Умер он 3 мая 2014 года Когда 2 мая Фашисты Сожгли людей Десятки людей Сожгли в Доме профсоюза У него сердце не выдержало Он от разрыва сердца умер Очень может быть Стрессы могут привести Человека относительно здорового К инфаркту Но на самом деле Значит Ну допустим Не все же умерли от инфаркта Те люди Да давайте проанализируем так Которые тоже понимали Что натворили эти люди Которым так же Как друзейку Было немыслимо просто Которых ступора водило Как же такое Можно сотворить Которые были крайне возмущены В крови кипела и ненависть И так далее И так далее Но ведь они же не все умерли А умер друзья Кто-то еще конечно же умер От этого Но ведь это значит что? Что человек не был так здоров Потому что если он был Достаточно здоров Он бы от этого не умер Как не умерли и другие Здоровые люди Кто так же точно реагировал По-человечески На это изуерство Так ведь? Так Тоже не совсем честный прием Что он умер Но прожил он немного Ну и что он Да нет конечно Я не хочу сказать То что если человек Прожил мало То то что он говорил О здоровье и долголетие Это все глупость Это для идиотов Такие вещи Надо всегда Не то сколько человек Прожил или как А что он говорил Насколько это правильно Доказательно Аргументированно Логично Вот это надо слушать Так что я здесь Просто призываю К тому чтобы Ну такими цифрами Или какими-то Такими оправданиями Якобы под теорию Подводками Ну нечестно Это неправильно Много адеситов Умерло в этот день От вот этого Просто люди Не пережили Вот такой Такой трагедии Для города Теперь давайте Разберем Федор Григорьевич Углов Академик Углов Я когда Вам уже говорил Я вот Когда Углов Ушел из жизни Я сказал А я вот Больше 120 лет Проживу Я сказал Вот зря Так тоже Прям Я бы не рекомендовал Так говорить Хотя бы Прям вот так Что называется На всеобщий показ Потому что Ой сглазить можно Что называется Долго объяснять Но это Не совсем правильно И вот эта информация Мне вдруг пошла Вот с разных сторон И когда эта информация Прошла Я начал анализировать Жизнь Углова А Углов Углов 104 года прожил Причем жизнь прожила Очень тяжелую Он участник Финской войны Его во время Финской войны Советско-финской войны Его призвали в армию И он капитан Медицинской службы В палатке Оперировал раненых А 1939 год Была самая суровая зима Там вот в Европе За 100 лет До 40 градусов морозы И он застудил спину И его комиссовали Он стал инвалидом И его как инвалида Даже в Великую Отечественную войну Не призвали на фронт И он всю блокаду Провел в Ленинграде Он не умер чуть от голода Причем он свои книги пишет И рассказывал Меня, говорит, спасли только медсестры Ну да, это книга Сердце хирурга, например Великолепная Советую всем почитать Я, говорит, был заведующий отделением Хирургической больницы Гражданской Невоенной Его в армию не взяли Он пайка военного не получал Гражданский паек Но по инструкции Зав. отделения Должен был снимать пробу с пищи И они, говорит, мне принесут Эту баландочку Там, глядишь, картошечка какая-то Знаете, что еще интересного Говорил углов Он наблюдал то, что, пожалуй, наблюдали Все врачи или те, кто анализировал Например, даже Шаталова Галина Сергеевна То же самое об этом говорила Она, по-моему, если не ошибаюсь Тоже в блокаду Тоже там оперировала Или, по крайней мере, знала Общалась Анализировала блокадников Дело в том, что, когда идет вот этот голод Вот Ждан говорил, что не приносит Ничего хорошего, якобы Ну так особо ничего Голодание Так вот, голодание Это неотъемлемая часть жизни природы То есть живых организмов Когда улучшаются обменные процессы Когда идет очищение организма Когда поджелудочная железа Может себя самообновлять идеально Только если она не работает Не работает она тогда, когда нет пищи И так далее, и так далее Так вот, я что хочу сказать Все хронические заболевания уходили Не было практически простудных и прочих заболеваний Когда люди испытывали вот этот голод Постоянный, да И так далее Они, тем не менее, не умирали Да, от истощения потом умирали Многие, когда уж совсем ничего не ели И еще мысли их были только о еде О том, что им надо есть И вот эти мысли Тоже ускоряли их смерть Но вот те люди, которые сохранили После блокады Выжили и сохранили Вот эту черту Есть мало Экономно До сих пор можно увидеть Тех стройных, подтянутых Худощавых бабушек и дедушек Кому сейчас сто лет или около того И они до сих пор Именно эти люди Мало-мало едят почти ничего Это тоже очень важный момент Я, говорит, вот на этом Собственно говоря И пережил эту блокаду Детей вывезли Вывезли оттуда Из Питера на материк А он всю блокаду провел И прожил столько времени В чем тут дело? В чем тут дело? Тут дело во много В чем? В том, что углов Очень мало ел Он говорил Надо выходить со стола Всегда чуть-чуть голодным Это как раз теория Низкокалорийного питания Совершенно справедливо На опытах с мышами, крысами Со всеми Доказано давно А продолжительность увеличения Уже автоматически Минимум на 30% У животных Некоторых до 2-3 раз У человека там Тоже на 20-30% Сразу продлевается жизнь Автоматически Потому что Есть предел Ну скажем Деления клеток 50-60 в основном Циклов для многих Групп тканей А это 2-3 года В целом Но это может быть Низкокалорийное питание И тогда клетка Может дольше прожить Или бы Высококалорийная Она быстрее Пройдут обменные процессы Она как бы сгорит Окончит свою жизнь Там гораздо быстрее И тогда В этом случае Обновление клеток Будет на меньший резерв То есть останется По времени Так сказать Ресурс будет быстрее Расходоваться Так что тут вот Нужно все это Точно учитывать И об этом говорить Поэтому у Федора Григорьевича Углова была постоянный труд С утра до вечера Это труженик человек Человек-аналитик Который тренировал И руки Что называется Все тело И мозг Значит И он никогда Не употреблял алкоголь Табак Что тоже Так сказать Ему дало дополнительное Но тем не менее Я все-таки скажу Что-то дальше Об Углове Потому что я его Тоже лично знал Но кстати Вот благодаря Именно Жданову Владимиру Григорьевичу В 2006 году Они приехали Когда был вот это 25-й трезвенческий съезд Юбилей Да Красногорский И мы тогда были Вот он Я познакомился с Угловым И женой его Эмилией Викторовны У меня в Подмосковье Под Зеленоградом В доме Тогда приехали Они ко мне все Я потом До самой смерти Углова Федора Григорьевича С ним И с Эмилией Викторовной Потом После смерти общался И ну Чуть кое-что Дальше скажу об этом А выяснилось Что Углов Первые свои 18 лет Прожил На реке Лена Река Лена В Сибири Город Керенск Его родина Он прожил Кстати у него И сестры прожили По 95-98 лет И он Я что-то не помню Кстати Но Если Ждана говорит Он уверен Значит знает Но я точно знаю Что мама прожила Довольно-таки мало Там что-то 70 с небольшим Отец вообще в 50 с чем-то умер И В роду у него Было мало То есть Просто не было Долгожителей Как и сам Углов пишет Что Не в генетике По сути дела Кстати Это совершенно правы А условия среды Факторы Влияющие Другие Извне Когда человек попадает В среду А тут надо учитывать Множество факторов Вот это влияет На 80% Прожил больше 100 лет А оказывается В реке Лена Содержание Вонов кальция 15 миллиграмм на литр То есть Это вода Долгожителей В реке Или там люди Как вот В тех 4 центрах Что Владимир Георгиевич Перечислил Так как там Ну не жили Совершенно не жили 50-60 лет жили Ну не жили Поэтому уже не сходится Да там мягкая вода И по идее Должна быть Вот такая вспышка Долгожительства Да много у нас Где мягкая вода Тот же Ленинград Там вон Вода Знаю по аквариумистике Ну шестерочка PH Вообще кислая Даже 5,8 6,6 6,3 И мягкая Почти нулевой жесткости Ну и что Поэтому и якуты Они же на Лене живут Они вот так долго и живут Там лечет эта вода Не по известнякам Не по дну моря А по вулканическим отложениям Она так сказать Мягкая В озере Байкал 15 миллиграмм на литр Вода В Байкале 15 миллиграмм на литр И вот Углов До 18 лет И его сестры Прожили На этой линии Какой запас Получили Понимаете Развитие сосудов Это неправильно Никакого запаса Потенциал здоровья Это одно По кальцию Извините меня Человека стоит перевести В условия Где он будет пить Как Ленин Жесткую воду У него будут сосуды Кальцием взбиваться Ну я так примитивно говорю Условия среды Никаких у них там Проблем не было С отложением Этого излишнего кальция А потом Он приехал Переехал в Санкт-Петербург А в Неве В Неве В Санкт-Петербурге Содержание Оно в кальции Вообще смешное 5 миллиграмм на литр Говорю что почти Нулевая жесткость Да правильно Ладога Она вообще В какой-то Вулканической чаше Там вообще нет Кальция практически Что по берегам Ладоги Ладожского озера Свири Реки Которые за Невское озеро В Ладожское Перетекают Что жили все По 120-150 лет Нет Жили Были долго Кто жили Потому что на то есть Группа факторов Опять-таки воздействует Причин Объективных А были кто Жили очень мало Да Вода нехорошая В Санкт-Петербурге Я был Там она железная Там ее надо Все Но кальция там нет Понимаете Кстати в Санкт-Петербурге Долгожителей много И это не так уж и много Во-первых Во-вторых Я уже объяснил Насчет именно Привычек Тех людей По питанию Небольшим количеством пищи Которые как бы Экономию Вот эту Как Блокировку в себе Такую Сохранили Тем самым Продлили себе жизнь Умеренность Вот в пище В низкокалорийное питание Совершенно правильно Плюс Есть другие причины Долго рассказывать Сейчас когда-нибудь Я коснусь Этой темы Вот сейчас Фонд Углова Они решили объехать Санкт-Петербургских Долгожителей Выяснилось Что их очень много В том числе Ефимов Знаете Художник Который Кукрыникс Он 107 лет прожил 109 он прожил В Петербурге Оказывается Вся причина Вот в этой воде Люди пили воду Да Она и по другим Параметрам плохая Но Содержание кальция Там очень низкое А это Способствует Долгожительству И Здоровью Это один из факторов Которых Сотни Если уж говорить о воде Только 5 основных факторов Очень важны А есть и другие Так что это совершенно Ну ни о чем Как аналитика По лечению болезни Где так сказать Мы просто верим В один фактор Видим что он работает И теперь все Основываем только На этом факторе В Питере Причем интересно Они когда их опрашивали Они им задавали вопрос Почему вы так долго живете А они никто не знают Сами то Почему они так долго живут Понимаете Ну Казалось Поехать спросить Да Че вы Может вы Вегетарианцы Да нет Вроде и мясо едим Может вы это самое Да нет Вроде там все Эти самые долгожители Там на Кавказе Говорят Вот там эти Они там едят этот шашлык До самой смерти В 150 лет Ну 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 не надо так Во первых Далеко Это все Опять таки Преувеличение Далеко не все Далеко не Ну вот допустим Опять таки Давайте кадры здесь пустим Дедушке Который не так давно умер 123 года Сейчас уже никаких 150 лет нет И не будет Давайте мы будем Говорить о сверхблогожителях В данном аспекте О реальных Которым вот по 120 130 осталось Еще единицы Такие есть На самом деле О Магомеде Лобазанове В Дагестане шутят По нему хоть историю Пиши Россия царская Революция Две мировые войны Период перестройки И вот теперь он уже В 21 веке Он родился 1 мая 1890 года А еще у долгожителя Своё очень скромное По нынешним меркам Питание Фрукты Отварные овощи Кисломолочные продукты И кукурузные лепешки В тяжелое время Они заменили ему мясо А потом от него И вовсе отказался Всю жизнь Магомед работал физически В депортации Лес валил По возвращению В колхозе Землю пахал В последние несколько лет Просто у себя В огороде трудился Несмотря на всю свою уникальность Ни Магомед Лобазанов Ни его семья Никогда не обращались В книгу рекордов Гиннесса Говорят и так Все уже знают О его долголетии Секрет которого Правильное питание И никаких сигарет И алкоголя Ну Не ел он мясо Последние 70 лет Естественно были те Кто и ел Еще раз говорю При даже неправильных факторах При тех факторах Которые человека убивают Есть те факторы Которые при равных прочих Воздействия на человека Дают ему дополнительное Очищение Улучшение Жизненных функций И так далее По объективным Совершенно причинам Именно в этих районах Есть эти факторы Которых нет Которых нет Вдруг гиб Но всего лишь И этот фактор А мягкости воды Это конечно абсурд Но запивают Кислым вином Я был на Кавказе У них там в горах Чуть повыше Там виноград растет Такой кислый Что его в рот Взять невозможно Понимаете? Помните о чем говорил Владимир Гюржданов Когда говорил О центрах долголетия И его коллега По сабриологии Кривоногов профессор О том что Вранье тех мерзавцев Которые вот эти Теорию культурного Умеренного питья Нам вымышленную Придумали И заставили верить В любимый алкоголь Многих Что мол давай Открывай и пей О том что мол Вот центры Пили там вино И он сказал Вот эти мусульманские районы Вообще не пили никогда Никакое вино А этот он На 7 месяцев Уходили в горы После овец Там никакого вина И так далее И так далее Зачем же сейчас Подворачивать этот Даже не факт А эту так сказать Вот насчет уксуса Так сказать идею Насчет вина Все таки называя вином Хотя никакого вина В большинстве этих районов Особенно мусульманских Не пили никогда И до сих пор не пьют А они испокон веков Этот виноград в бочке Он у них там квасится В уксус фактически переквашивается И они вот этой кислятиной Запивают Потому что мясо Ощелачивает кровь Что? А этот кислый Вот это кислющее вино Вот это Вот я поэтому ждал До этого момента Владимир Георгиевич В мясе В отличие от углеводов И жиров Есть еще один элемент Помимо углерода Кислорода И водорода Есть четвертый элемент Это азот С азоном Образуются азотистые соединения Вот эти основания И азот как раз Это сильнейший Белки Это сильнейший Закислитель Особенно Прямолочный белок Казеина Из-за которого В основном Проблемы все О чем вы Кстати Будете говорить Но только вот Неприменимо к этой проблеме Потребления молока А всего лишь Говоря о кальции Господи Какая ерунда Ну так вот По сравнению с другими Проблемные молока Я имею в виду ерунда Так вот Азотистые Вот эти азотистые Азотная кислота Это и есть Страшнейший закислитель Поэтому белок Любой Мясо И так далее Любые животные Так называемые продукты Приводят к сильнейшему Страшнейшему Закислению организма О чем вы говорите Это же просто Смешно Там Суть-то не в спирте Который там Понимаете Его там почти уже нет А в той кислоте Винной кислоте В которую Это вино Перебродило Они им запивают И поэтому живут У них Подкисленная Вот такая кровь И нет никаких болезней В чем вы говорите Кровь не может быть подкисленной Мясо закисляет Любые вареные продукты И жареные Закисляют организм И только защелачивают живые Щелочная вода Поэтому там Она слабо щелочная Что и поддерживает их Даже при неправильном питании И плюс к тому Огромное количество зелени Которая является Сверхщелочной средой И вот углов Вон вина конечно Не пил никакого Естественно Но очень любил И квашеную капусту Очень простую еду Постоянно у них Эти были Разносолы на столе А также курагу Которую он Улов и советовал Людям А в кураге Много калия Что поддерживает Сердечную мышцу В здоровом состоянии Все нормально Ел Фрукты Овощи Ну то есть Нормально Хотя бы ел Все что можно Хорошо Я просто ради Истинности Здесь скажу Хотя я Никакой тайны Не открываю Потому что если бы Эмилия Викторовна Супруга Федора Григорьевича Углова Мне сказала бы Чтобы я об этом Не говорил никому Я бы конечно Не говорил Но поскольку Такого не было И имею право сказать Для того чтобы Предостеречь людей И чтобы как говорится Правду разобрать Со всех ее сторон Федор Григорьевич Углов Хоть и в 103 года Он умер от рака И несмотря на то Что в констатации Факта смерти Как об этом СМИ писали И прочее Якобы от остановки сердца То это совершенно Не значит Что поскольку У человека Была уже запущенная Прооперированный Был рак И он Умер от рака Хотя просто Сердце не выдержало Ну потому что Уже так сказать Сами понимаете Какие Факторы воздействуют Почему я это знаю Потому что я лично Ну жена мне в этом помогала Доставали там препараты Вот этот полиоксидоний Сейчас жалеем Уже об этом Что так сказать Не имел в то время Той информации Которая бы сберегла И конечно Ту информацию Которую я сейчас уже имею Чтобы спасти Мы смогли бы Федора Григорьевича При его огромном потенциале Его организма Сильного к жизни И к сожалению Тогда Это был Вот шестой Седьмой И восьмой год Когда он умер Мы отправляли Эти препараты Я постоянно С Семилии Викторовны Созванивался Как дела Как приезжал Комарову Туда где они жили На даче И все подробно Так сказать Вот выяснял И был в курсе всего Так что Понимаете Вот я всегда говорил Человек Который Ест мясо Ну и вообще Животные продукты Он всегда умрет от рака Если раньше Он не умрет От быстротечных Заболеваний Приводящих к смерти Инфаркт Инсульт Язва Там и какие-то иные факторы Он всегда умрет от рака Потому что конечный продукт Вот неправильного деления клетки С ошибками Вот этого процесса метоза С ошибками Приводит к аномальным возникновениям Вот этих аномальных раковых клеток Конечно тут и грибки Тут и другие проблемы Но они вторичные А первичные И как раз первая причина Рака Это накопление гнойных токсинов И трупных ядов Которые действуют Метаболитами своими вот этими Токсичными На клетку На ДНК Приводя к нарушениям Передачи информации При определении клетки Бесполым путем Которым называется метоз Вот что это такое В моих лекциях Это подробно есть Вот 9 причин болезни Дорогие друзья Посмотрите эту полную 4,5-часовую лекцию Обязательно целиком И тогда вы поймете комплекс А дальше По пищеварительной системе Печень Почки Там печень Поджелудочный Желудочный пузырь Лекция такая Кровеносная Кроветворная Системы Кстати Я сейчас моему помощнику Попрошу его Поставить отрывок Из моей лекции Кровеносная Кроветворная Системы Где я объясняю Что такое Жирная Густая И вязкая Кровь Послушайте Почему густая Кровь может быть У человека А потому что Человек бьет мало воды Что пить Не чай Кофе А надо пить Воду Которая является Растворителем А не раствором Только она выводит Шлаки Токсины Вода участвует В метаболических Процессах И мозг конечно И кишечник Это первейшие Потребители воды Человек опять Спил литров крови Он сходил в туалет Раз-два Воду не выпил Или выпил мало У него уже будет Пять литров Например Это и есть обезвоживание А что значит пять Это значит Вязкость крови Повысилась Она стала густая Но вернее Правильно сказать Имя все-таки термином Она загустела То есть Форменных элементов Всего осталось Допустим То же количество А воды меньше И она останется густая Трудно сердцу протолкнуть Трудно Ее труднее протолкнуть И надо что сделать Чтобы ее было возможно Протолкнуть Вот в данный момент При этих обстоятельствах Нужно повысить артериальное давление Тогда пойдет больше крови Не бывает повышенного Вы понимаете Количества эритроцитов Просто самой крови Мало Потому что воды В ней мало Ну представьте Пять и два десятых Допустим Литра крови Например Если мало воды Человек выпил А в туалет сходил То вода что Понятно Вышла Кровь густеет Сердце труднее прокачивать Единственная возможность Повысить давление Да и частоту сокращения Еще сердца То есть частоту сокращения То есть проблема С нехваткой качественной воды Это сверхсерьезная проблема То есть по большому счету Это каша из эритроцитов Кстати это очень хорошо видно На гемосканировании То есть конечно На определенном типе Скопления эритроцитов То есть склеенные эритроциты Это признаки И других проблем Но тем не менее Это стоячее болото Фактически вот кровь может стать Она теряет динамику А если она теряет динамику То и кровь и лимфа страдают То есть она питает Плохо клетки нашего организма Кислородное голодание И соответственно вот тромбы Это начало Предвестники инсульта инфаркта Ну вот вы послушали Это очень важный тоже момент Посмотрите я свою эту лекцию целиком Давайте слушать Владимира Георгиевича дальше Проблем у него не было И прожил Я говорю он бы прожил Если бы не эти операции Он бы прожил 120-140 лет Углов Не операции совершенно Как я уже сказал В конкретной Развивающемся раке Которого он победить не смог Для меня величайшим Авторитетом в медицине С 75-го года Был Поль Брек Поль Брек Ну все знают Кто такой Поль Брек Это один из великих Профессоров здоровья Америки Который развивал Тему лечебного голодания Так что все таки Владимир Георгиевич Лечебное голодание Вещь абсолютно правильная И она дает все таки свой эффект Я когда Мне в 75-м году Мне было 26 лет Мне дали Самиздат На 10-й 10-й экземпляр Пнижка Поль Брека Чудо голодания Я ее прочитал У меня волосы зашевелились А он там пишет Что в общем-то Зашлаковка организма Происходит у человека И эти шлаки Зашлакуются клетки мозга Происходит Начинается пищевая интоксикация Нарушается передача Нервных импульсов в мозге И симптомы Вот этой интоксикации Зашлакованности организма Это апатия Сонливость Нежелание ничего делать И так далее Кстати, это те же симптомы Например, больной печени Это те же симптомы Так называемые Синдромы хронической усталости Наличие вирусов Упределенных в организме Это много факторов Но в том числе Я когда это начал читать У меня вот такие мураши По спине поползли Понимаете Он все мои хвори В 26 лет написал Все написал Понимаете Апатия, сонливость Нежелание ничего делать Зашлаковка И дальше пишет Единственный способ Эти шлаки убрать Это хотя бы Один день в неделю Сознательно отказываться От приема пищи При этом Голодная кровь Начнет эти шлаки Забирать Через мочеполовую систему Выводить И я Поля Брега Он меня вытащил Из такого Нездоровья Я стал нормальным человеком Правильно Только Пол Брег Как раз говорил Про защелачивание Понимал это прекрасно И конечно Про дистиллированную воду О чем я говорил Дорогие друзья Это обратный осмос Который я уже 20 лет твержу людям Система обратного осмоса Только хорошая Атолл Например Какая-нибудь Будет нулевая Практически жесткость То есть солей Не будет там Прекрасно И не надо никакие Покупать только Минерализаторы То есть опять-таки Убираем одни минералы Неорганические А другие вносим Какое маркетинговое Преступление И бред Вы так хоть Не ведитесь на это А вот дальше Дорогие друзья Посмотрите все мои видео О воде Чтобы вы сами знали И понимали О физико-химических Свойствах воды И о приборах Настоящих приборах Которые гораздо Больше пользы делают Чем просто Вот Дистиллиаторы Либо системы Обратного осмоса Которые обязательно Должны быть правильными Но помимо этого Приборы Которые меняют Физико-химические Свойства воды Самые главные Насыщают Свободными электронами Воду То есть ОВП В отрицательную сторону Делают Поскольку у нас В клетках И в межклеточном пространстве ОВП Минус 80 100 милливольт А также Ионами водорода И вот это К чему приводит Для чего это нужно Зачем посмотреть Вот эти мои лекции Конечно По данным видео Если вы нажмете Еще слово Откроются ссылки Там Вы увидите Эти лекции По воде Которые я рекомендую По приборам По воде Категорически Обязательно Их посмотрите Когда начал По его системе Жить, голодать Все-таки Значит стали голодать И это Повлияло На здоровье В лучшую сторону Так вот Поль Брек Поль Брек Прожил 96 лет А долгожителем Считается человек Который прожил Более 90 лет Вот выше 90 лет Уже считается Долгожителем Но как умер Поль Брек Он умер В 96 лет Катаясь На доске В океане На этой гигантской Волне На серфе Он в 96 лет Работал Писал книги Вел научную работу Ездил по миру Лекции читал Завещал себя В своем институте Вскрытие Организм был Как 26-летним Правда Спортом занимался Каждый день Бегал Все овощи Фрукты Которые ел Сам выращивал На огороде И именно Вот это Золотые слова Которые остались бы Незамеченными И непонятными Если бы я не акцентировал Есть такое видео Очень интересное Я попрошу сейчас Маленькие отрывочки Поставить моего помощника Про одну негритянку Женщину В Америке Которая Вот сравните Для контраста Это муж ее Который уже Своей Вот уже близкой К смерти Сейчас понял Какую ошибку Он допускал Глумился Мясо Продолжал есть А она уже 40 там с чем-то лет Веганка И сыроедка И она ест Именно выращивая Сама Что крайне важно Там уже Совершенно другая Энергетическая Пищевая ценность Там эфиры И не буду сейчас Про это говорить Причины Почему И вот она выглядит Свои 74 года Как на 30 Многие люди Меня спрашивали Сколько ей лет Она уже бабушка И она уже на пенсии Началось с того Что она хотела Поправить свое здоровье Но получила Гораздо больше Чем ожидала Здесь у меня Растет имбирь Аннет Ларкинс Показывает Свой сад И огород В своем дворике В доме во Флориде Он полон Овощей и фруктов В каждом уголке Растет что-то съедобное Я их ем И они очень вкусные Она собирает Дождевую воду Для питья И полива Огорода и сада Аннет говорит Что овощи и фрукты Которые она выращивает Источник ее молодости У меня огромное количество энергии И я ощущаю Какие высокие у меня вибрации Я просыпаюсь каждый день Не позже пяти утра Муж Аннет был владельцем мясной лавки В 1963 году Когда она стала вегетарианкой А через несколько лет Она стала веганом-сыроедом Она не употребляет Никаких животных продуктов Вся ее пища сырая И необработанная Я питаюсь только овощами Фруктами, орехами И семечками Я также проращиваю семена Как вы видите в моем дворике Это моя сырая пища Которую я ем Аннет также делает свежие соки Из овощей и фруктов Она делает соки из всего Из грейпфрута, ананаса И даже шпината Но не все в семье Аннет питаются Так же, как она Муж Аннет, с которым они вместе 54 года Решил продолжать питаться обычно Так же, как и раньше Когда они поженились Я теперь очень сожалею, что не поменял свое питание тогда Так же, как Аннет Аймос Ларкинс говорит, что люди часто не верят, что она его жена Меня часто спрашивают Почему ты с молодой девушкой? Это твоя внучка? Эймос ежедневно принимает лекарства от давления и диабета Аннет не принимает ничего, даже аспирин Это не у всех сраидов такой, безусловно Но почему, я потом это расскажу Сделаю отдельное видео Так вот, и Поль Брэк прекрасно это понимал И тоже был веганом То есть он вел очень деятельную жизнь Но при этом Поль Брэк, когда вот он прочитал Я тоже Первое, что он сказал Нужно пить дистиллированную воду И он всю жизнь пил дистиллированную воду То есть кальция в организм у него грамма не поступала через воду Через другие продукты, да Но через воду нет Только органической форме, дорогие друзья Вот в этом огромная разница Основной поставщик кальция, это вода, которую мы пьем Она основной поставщик вот этого кальция Второе Поль Брэк категорически выступил в этой книге Против любых молочных продуктов Любых, кроме масла сливочного Более того, а я любил Я же из деревни, на молоке вроде вырос Любил молоко А он пишет, а вы попробуйте На ночь выпейте пол-литра молока А потом утром посмотрите вашу реакцию Если все нормально, значит организм Кое-как справился вот с этими С казеином вот этим вот Который там находится Поль Брэк-то правильно писал Только Жданов его понял все-таки немножко однобоко Извиняюсь, Владимир Георгиевич Вы поняли все через призму того, что вы хотели увидеть, услышать Или то, что запомнили Но, потом притянув это с теорией дурзика А он-то правильно говорил, что самая большая беда Это казеин, молочный белок Страшнейший закислитель, Владимир Георгиевич Страшнейший закислитель организма Потому что, чтобы он переварился Недостаточно кислой среды нашего желудка Фермента пепсина, который желудок вырабатывает А нужен еще специфический фермент ренин Который не вырабатывается Желудками, так сказать, нашими И даже наших детей Не путайте только ренин и ренин То есть с одной буквой Н и с двумя буквами Н Который является гормоном, а не ферментом Это некоторые умники начнут тут умничать Не понимая вообще ничего В биологии, но отстаивая свое молоко Также набросится и на меня И на Владимира Георгиевича сейчас в плане молока Что вот пропагандирует полезно Я вам скажу так Вот мои лекции о молоке посмотрите Я попрошу картиночку сейчас вывести Той лекции, где для затравки Чтобы вы мою посмотрели Где я для телевидения давал Полные данные о молоке, о твороге, сыре Но это не выпустили в эфир в полной мере Даже 90% обрезали Но я потом вот это проанализировал А под этим видео там вообще подробно Статьи о молоке, о твороге Вот все, что вы захотите, дорогие друзья Изучить сами, беспристрастно И всякие, так сказать, понятия эту проблему Так вот там проблема в казеине И проблема в кальции в том Что кальций-то весь уйдет на реакцию Нейтрализации закислительных воздействий Белка казеина И более того В 3-4 раза не хватит Вот почему у тех, кто пьет молоко Особенно исторические такие страны Как Дания, Швеция, Норвегия, Северная Где молочное животноводство развито давно Самый высокий процент остеопороза Потому что этого кальция не хватает Там вообще в другом дело Вы не путайте одно с другим То есть и нет противоречий Вредно молоко и творог, и сыр тем более Но только не в том вреден, в чем вы говорите Не потому что там кальций А уж если человек парное молоко пьет Хотя там других проблем куча Так он кальций-то получит в органической форме И именно кальция ту проблем не будет Именно из-за кальция Если молоко вареное Будут проблемы колоссальные Но еще раз говорю Весь он уйдет на реакцию Нейтрализации закислительного воздействия Белка казеина А вот кальций в кристаллической Выпавшей в осадок Если молоко кипяченое Это другой вопрос Это да А если неприятно То лучше вам вообще молоко не пить Это ваша главная зашлаковка Идет из молока Он написал Я попробовал Но я человек внушаемый И точно как он написал И я с тех пор молочного есть не стал С 26 лет Правильно Но я хочу сказать еще вот что Какое количество людей Если бы вы знали Мне пишут Речь идет про сотни людей Которые выросли в деревне Ели пили Огромное количество молокотвора Градовались жизни Думали что они здоровые Но потом попали ко мне там На консультацию Рассказали свои истории Где оказалось Как они в деревне Экологическое чистое молоко И какие четко определенные болезни У них просто как прорва Пошли с определенного момента жизни Когда их компенсаторные функции Потенциал Стал уходить Ведь он в природе заложен Человеку дан Не вечный И до поры до времени Можно хорокориться А потом человек получит Неотвратимые наказания За свои преступления перед природой За свои глупости Ведь в природе Молоко потребляют Только маленькие животные Детеныши Только в период Грудного вскармливания Молочные телята Говорят и так далее Теленок уже даже Оставаясь теленком Но подрастая Он уже перестает Пить молоко своей матери И молоко у матери пропадает Потому что так природа и предусмотрена А мы извращенцы люди Улакаем молоко До еще чужих видов Других видов животных С другим химическим составом Гормональным И так далее Всю жизнь Тем самым получая Колоссальные болезни И когда начал человек Особенно у нас в стране 200 там Особенно 250 лет назад Вот в этом диапазоне Массовое потребление молока То тогда начались проблемы Когда рождали по 15-20 детей Умирало по 5-10-15 В семьях В возрасте полгода Год 2-3 И вот тогда От этого взялась Та лукавая статистика 30-40 лет жизни Продолжительность Хотя по факту Кто выживал Жили долго А статистика такая Да 30-40 Потому что умирали От воспалительных Бронхолегочных Проступных заболеваний Именно из-за того Что они потребляли Вот этот молочный белок Козеин А это клей Столярный клей Который в старые времена Уходил огромным количеством На разные работы От столярки До Вместе с алибастером Ангашонной известью Применялись По белке Перекрытий Стен Вот этих дворянских Белых Вот этих дверей И стен Такие лакированные Белые покрытия Как раз применением Творога и молока В строительных Старых книгах Это можно найти И тот же Каненков Скульптор Описывая в своем Крестьянском детстве Дореволюционном Писал, что мы Богатая и достаточно Зажиточная Крестьянская семья Была и коров Было много Но мы даже дети Молока Почти не потребляли А 300 лет назад Это последний третий 17 века Но это отдельная тема Слушаем дальше Я вам честно скажу Чувствую себя великолепно Сыр вообще есть не могу Просто мне он и не нравится Даже вот мне Там Под пистолетом Могу съесть там Кусок сыра Но Потому что сыр Это концентрат казино Это очень хороший Строительный материал Но это не пищевой продукт А то, что его едят Ты вздуру Можно и вниз головой прыгнуть Кто-то выживет Кто-то нет Сразу не умрешь от сыра А постепенно От определенных болезней 100% Так вот Просто человек может И в 120 лет умереть Он не знает Что здоровым умер Не умирают 120 лет Здоровые люди О чем и углов Кстати говорил И Павлов говорил Смерть раньше 150 насильственная Я считаю И вскрывали людей По 120-130 лет Они умирали От конкретных болезней Также Махмут Айваза Знаете от чего умер От пневмонии И воспаления легких Ну потому что иммунитет Просто ослаб очень сильно И так далее Хотя потенциал его жизни Был колоссальный И его еще подпитывала Энергетика Любящих и уважающих людей Всего рода Всей деревни Аул Который он основал Так что вот тут тоже Нюансы есть еще кое-какие А кстати Еще один момент Сейчас я вам тоже Послушаем немножко Очень интересный Расскажу А что такое молочные продукты Это самый страшный Поставщик кальция В наш организм Самый страшный Помимо лады Это молочные продукты Более того Человечество Начав есть молоко И молочные продукты 100 лет жизни У себя сразу оторвалось Прав только не понимает Почему Владимир Григорьевич Это именно потому происходит Что во-первых Проблема в лактозе Молочном сахаре Которая распадается На два моносахарида Глюкозу и галактозу А с глюкозой нет проблем А с галактозой Колоссальная проблема Об этом я рассказываю В своих лекциях Второе Это как раз Казиин молочный белок То что там по носу У кого-то Как врачи Сразу скажут А это лактаза Не у всех ферменты Достаточно Из-за этого Дезбактериоза Это конечно ерунда На это вообще Внимание можно не обращать Это не проблема А вот есть Три очень важные Проблемы глобальных По потреблению молока Творога и сыра Которые Посмотрите Мою лекцию Дорогие друзья И вы будете Все это просто Знать А не верить Она сто лет жизни Понимаете За кольцовкой За кольцовкой сосудов Почему Рассказываю С печеным Да С творогом С сыром Да Отчасти он прав Суточная потребность Кальция Организма 300 миллиграмм Нельзя опять сравнивать Уже неправильно идет Нельзя сравнивать Вареный и жареный Кальция Условно Вообще упрощаю Нельзя сравнивать Его в органической Неорганической форме Как и сахар Как и многое другое Наука говорит 300 миллиграмм Кальция На сутки На сутки Если вы съедите Плавленый сырок 100 грамм В плавленом сырке Полтора Грамма Кальция Вот я был удивлен Вообще я знал Что Владимир Георгиевич Раньше и в своих лекциях И лично он мясо ест Все ну понятно Так сказать Он в это верит Хотя видите Вот молоко не пьет Молодец Уже большое дело Огромное дело А вот его супруга А мы тоже ведь знакомы Встречались раньше Так сказать Вот давно К сожалению Не общались Владимир Георгиевич И слышите Прям звоните Приезжайте ко мне Покажу новое Своё хозяйство Встречу Как самых Любимых гостей Накормим Такой интересной Вкусной И полезной пищей Что вы будете Приятно поражены И удивлены Вот звоните Надо отдать Надо отдать должное Владимир Георгиевич Сказал Ну просто Видимо Не пришло Это моё Недорос Ну Слаб человек Скажем так Ну тут Прям вот Владимир Георгиевич Пожимаю руку Потому что Ну вы как честный человек Честно и сказали Здесь просто Вы заблуждаетесь Очень во многом Я надеюсь Что вы После этого видео Всё-таки Поймёте в чём Посмотрев мои лица Любой человек Может понять Это всё Ну все Причинно-следственные связи И взаимодействия Взаимоотношения Всего Так сказать В организме Моя жена 25 лет Вегетарианка То есть Она вообще Не употребляет Не то что Рыбу, мясо И даже грибы Грибы, яйца Она не ест Ну ничего И вообще Её накормить Это проблема То есть Хорошо тут у вас Кафе А её чем-то Накормить Это проблема Проблема большая Вот Я сам В общем-то Не вегетарианец Сейчас сразу вам скажу Ну как-то Я вообще-то Рыбак Ну так В душе Есть у меня такая страсть И к этому Я ещё Ну может не пришёл Ну вот такой интересный факт Дорогие друзья Я вам хотел сказать Так что вот Бывает и такое Что оказывается Даже не знаешь Но правда По этическим соображениям Ну что же Это самая высокая позиция Как раз Самая Такая этическая Я очень уважаю Таких людей Кто по этическим соображениям Не потребляет продукты животного Так сказать Происхождение Видите как бывает Ну я уверен По крайней мере Я надеюсь Что Владимир Георгиевич Тоже Перестанет потреблять Эти продукты И Физической активной работой Надо Заниматься обязательно В большей степени Потому что Излишний вес Неработа некоторых групп мышц Брюшной полости Приводит к тому Что органы Внутренние Перестают Массироваться Естественным путем Напрягания Брюшных мышц И поэтому Что приведет Литровые Шесть бутылей Пять так А шестую В подарок Ну привез Домой Начал пить А потом Мелким Мелким Шрифтом Там написано Для технических Целей В этой воде Для технических Целей Ее надо заливать В радиаторы Заливать там Ну чтобы накипи Не было Вот туда Ну я человек Деревенский Думаю ладно Допью Больше не буду Выпил Вроде ничего Нормально Потом мы выяснили Что в Москве Продается вода Озеро Байкал Мне просто На курсах Подарили Несколько бутылочек Вода Озеро Байкал Там 15 миллиграмм На литр Это вода Долгожительство И мы начали Покупать Десятилитровые Бутыли С 400 метровой Глубины Озеро Байкал Берут эту воду В бутыли В Москву везут Продают Это хорошо С точки зрения Отсутствия Действительно Неорганических Минералов Это правильно И полезно Если пить ее Прямо оттуда Пока ее везут Дорогие друзья Такое информационное Воздействие На нее происходит Меняется Структура Кластерность воды Меняется Информационная Составляющая Безусловно Физико-химические Параметры Всего лишь Только и остаются Те что солей мало Ну потому что Если и была Отрицательная ОВП То она В неживой системе Электроны уйдут Пока она будет Больше суток В пути А она будет Уж точно От разлива До реализации Но не то что сутки А недели и месяцы Поэтому правильно Сделал Владимир Георгиевич После Дороговато правда Стоит Дорого стоит Мы попили Попили И наконец Мой зять Поставил себе Дома Специальный фильтр Называется Фильтр Обратный осмос Запишите Обратный осмос Это фильтр Который задерживает Практически все Я по-моему тоже Ждан вам про это Говорил и показывал Но может Правда мы не касались Этой темы Не помню сейчас Может быть Он себе поставил И мне было все Некогда Некогда Наконец Я все таки Сам приехал В интернете Заказал Купил Приехал мастер Поставил этот фильтр А к этому фильтру Предлагается Небольшой Такой пробник Называется Определитель Жесткости воды То есть Сколько там солей Миллиграмм В этой воде Я взял Из-под фильтра Из-под фильтра Воду в стакан И из-под Из-под этого В стакан Из-под крана Беру Из-под крана Московская вода 240 миллиграмм На литр Там идет жесткость Но помимо кальция Еще там есть 240 В стакан Который Из-под фильтра 11 11 миллиграмм То есть она Практически Настолько мягкая Вода Там точно Ионов кальция Меньше Меньше 5 5 миллиграмм Вода Вот сейчас ее пьем Великолепно пьем Готовим на ней Чувствуем себя Прекрасно Называется этот фильтр Гейзер Престиж С обратным осмосом Стоит порядка 9 тысяч рублей Устанавливается Примерно 2 года Он работает Спокойно Обеспечивает семью Там из 4 человек Совершенно спокойно Так что Вот эту вот Воду можно купить Значит первое Это нужна Вода долголетия Раз Владимир Георгиевич Но это не вода долголетия Как уже Дорогие зрители Вы наверное поняли Второе Отказаться От молочных продуктов Как это было бы Не прискорбно Кстати я вот За границей Сколько езжу Вы знаете Там ведь молочные продукты Не очень-то сильные И развитые Это ладно Где-то они развиты Где-то нет Дело совершенно не в этом Как японцы Начали молоко потреблять Когда были колонизованы Американскими базами Военными То сразу Собственно Где-то в 60-х годов Резкий Подъем Таких заболеваний Которых вообще в Японии Не было Аутоиммунного плана Типа Рассейную склерозу Ремотойного артрита Это сакрон диабета Первого типа О чем подмечали Многие ученые исследователи Да даже еще раньше Когда японцы Уезжали например В Америку жить И принимали Американский образ жизни И пищу То это массово Началось в них то Что и болезни Местное население имело Как собственно Эти люди Которые приезжают В те районы Сверхдолгожители Начинают питаться Жить Дышать Есть все так Как они Местные То они тоже Дольше начинают жить Дорогие друзья Давайте на этом все И так два часа Уже почти видео Получилось Дальше Владимир Георгиевич Там разные такие вещи Подтверждение теории Пытается что-то там такое То есть говорит Но это все По сути он все уже сказал здесь Я же хочу вам Все таки пожелать Знаете Чтобы вы думали А не верили Чтобы вы анализировали И вот что такое аналитика Ведь это хорошая Я считаю Рубрика Моя вот эта аналитика Потому что я как раз говорю Ну в чем же люди неправы В чем они правы И неправы одновременно Почему получается Действительно Например Результаты оздоравливающего Болотову Там и так далее По разным методикам Но почему неправы в корень А не в том Что они именно Трактуют И анализируют Якобы анализируют Эти эффекты Таким образом А они неправы Не то это Но почему это работает И как бы это работало Гораздо лучше Если бы учитывали Они еще и другие факторы Потому что иногда Для здоровья Ну видимо Вот такого внешнего В данном время В данное время здоровья Достаточно и некоторые Небольшие Но очень важные Изменения Люди их делают И становятся На время Здоровыми Лучше себя чувствуют Вернее Если человек все Все хуже 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 чувствует Потом ему чуть-чуть Обратно Назад лучше И он уже чувствует Как будто он В 20 лет Хотя потерял Те первозданные Конечно ощущения Абсолютно в здоровье Но и на человека Воздействует так много Факторов Которые надо учитывать Что извините меня Сейчас говорить Только даже о воде Это будет недостаточно Для того Чтобы так смело заявлять Что вот фактор Который Спасет И будет Стимулом И так сказать Фактором Который продлит жизнь Человека До 150 Ну это популизм Извините Так нельзя Так нельзя Дорогие друзья Поэтому будьте Здравомыслящими людьми Смотрите мои лекции Обязательно Если хотите все понять Все что я советовал Посмотрите Под данным видео То что я По ссылочкам вам даю Подпишитесь на мой канал В ютубе Конечно если вы хотите Получать новые видео Просматривать От меня очень важно Может быть вы сразу Не понимаете Насколько они важны Но поймете Многие из вас Потом Кому видимо Судьба это понять Вот сводит людей Как иногда судьба А иногда Дается судьба Шанс А люди Не видят И плюют На это И вот кстати Не только Подпишитесь А поставьте рядом Вот там Подписаться Есть такое Сейчас даже покажу Видите подписаться А надо нажать подписаться И у вас появляется Колокольчик Нажмите на колокольчик И тогда вы будете Уведомления получать О выходе моих новых Видео А если вы подписаны Но еще не поставили Колокольчик Ну зайдите просто И поставьте Всегда это можно сделать Вот Также я советую Подписаться на мой сайт Надгард.ру По продуктам Ну он по продуктам Приборам Как раз по воде И так далее И в самом его низу Есть такое поле В адрес ввести И подписаться Тогда вы будете Получать еще от меня И рассылки интересные О новых технологиях Каких-то исследованиях Там приборах Продуктах И так далее И так далее Что ж Дорогие друзья А также под данным видео Конечно я надеюсь Вы поставите Лайк обязательно Ну если вам это понравилось Это важно Если вы хотите Чтобы я продолжил Исследования Какие-то аналитические Выкладки По каким-то выступлениям Известных людей В разных областях Чтобы найти ошибки Чтобы люди Эти ошибки Могли не допустить Чтобы люди могли Выкрыть Понимать В чем же здесь Несостыковки И проблемы И приводящие Вот к последствиям Определенным Да Негативным Так Ну вот собственно И наверное на этом все До свидания Желаю вам Всем крепкого здоровья Особенно хорошим Порядочным людям Естественно Ну и думайте конечно Изучайте Ну и смотрите Мои лекции Вместе мы Сможем Большего Если Будем едины Как говорится И вокруг себя Миру тоже К лучшему Будем изменять Своим просвещением Своим неравнодушием Помощью ближним Ну все До новых встреч До скорых До свидания Субтитры создавал DimaTorzok